Я не умел есть, я не умел пить вино, я не умел отдыхать Для предпринимательства все-таки нужен глупый оптимизм, немножко Вначале я не разговаривал с людьми, потом я людей не слушал, а теперь я с людьми разговариваю и слушаю Первый проходит, на самом деле получает только пули, все шишки Современный Руслан сказал бы, езжая в долину, это был бы юникорн, до того, как юникорны стали модными Нужно было брать, грубо говоря, бабло и масштабировать На самом деле с кем сделка гораздо важнее, чем какая сделка? Ты читал мелкие шрифты? Нет, я не читал мелкие шрифты США это не страна свободных и смелых, это страна юристов В России прикрывать свой зад нужно от гораздо меньшего количества вещей Просто нужно прикрывать свой зад от других вещей Не нанимая людей для задачи, нанимая людей, которыми ты хотел бы провести жизнь Первый компьютер ты вообще в каком возрасте и где увидел? Увидел я, ну меня отец как раз на лето там водил на работу, чтобы я играл в компьютерные игрушки Там ты платишь деньги К театре? Иди отсюда Я был возмущен, потому что мне отец заплатил за все это хозяйство А мне тут как оказалось, на самом деле, все настолько дорого стоило, что он платил за один час Но там дальше по знакомству этого мальчика не трогали, а я сидел целый день На самом деле не было бы никакого права целый день сидеть, я это позже узнал Но суть в том, что отец подумал, что я интересуюсь компьютерами, программированием Докупил мне кучу книг, я их изучил А потом вскоре доступ к настоящему компьютеру у меня потерялся А книгам был Открываю там книгу первую, эта книга была по языку бейсик для каких-то там вузов Я начинаю читать, и там на первых страницах какие-то форматы, там, не знаю, данных И один из них, там, вот экспонента такая-то, я читаю Я понимаю, что я, наверное, никогда в жизни не буду программистом, потому что я не знаю, что такое экспонента И не могу понять, что они там имеют в виду И я раз в 10 до туда доходил, раз в 10 сдавался Один раз мне хватило ума, я решил, ну ладно, ну не знаю, не знаю, пойду дальше читать А я до этого привык как-то все понимать сразу А оказалось, что это единственная вещь, которую я во всей книге не понимал Вот, и дальше она прочитала совершенно нормально А что ты первое спрограммировал? У меня первый компьютер, когда появился, у него оказался неисправный монитор А у родителей не было возможности купить другой И я писал какие-то программы первые полностью вслепую Они потом какие-то звуки издавали, и по ним я вот смотрел, а написал программу правильно или неправильно Самая жесть была в том, что одна из инструкций в книге по компьютеру была неправильная А я следовал по инструкции и не понимал, она не работает и все И часть у меня вещей работала, часть нет И только когда у меня позже монитор появился, оказалось, что я все делал четко Просто инструкция не была правильной Я правильно понимаю, что есть просто талант к программированию? Так же, как к любой какой-то другой штуке? Наверное, есть, но я вообще не очень верю в талант, я верю в упорство Это само собой Ну да, упорство развивает, у тебя много практики И в итоге, наверное, потом что-то получается Просто талант, это такой диагноз, очень обидно потом То есть, если, например, предположим, что бег требует таланта Да, предположим Он может и требует Он требует таланта Я предпочту про это не знать, потому что пока я это не знаю Значит, я смогу, я разовьюсь, я улучшу свой результат Я не хочу диагноза о том, что у меня никогда не получится Я хочу надежду Соглашусь Правда, что родители переехали в Ульяновск специально, чтобы ты мог заниматься программированием? Ну, они, да, чтобы я поступил в хороший вуз Потому что Ульяновск – это хорошие вузы Я, конечно, их сильно подвел в этом отношении Почему? Потому что, ну, как я вылетел из этого вуза Ну, как не вышел, я сам ушел Дропнулся, как по-модному По-модному, да Это было, кстати, осознанное решение? Это было осознанно То есть, я такой человек весьма ершистый И у нас был один там преподаватель, который просто Ну, такой абсолютный самодур Он просто издевался над людьми То есть, а я не готов был к этому хозяйству То есть, извините, есть определенные границы То есть, вы тогда сами, а я сам Причем, интересно, я уже в вуз попадал с такими сложностями После этого оттуда уйти было странно Это же были 90-е И тогда было море экспериментов Один из экспериментов был Лихие Лихие, да Один из экспериментов был, что можно было тогда Подаваться в вуз На два экзамена То есть, один на общих основаниях бесплатный А один раньше платный И если ты платишь, то у тебя два выстрела Из двух выстрелов выбирается лучший Родители обо мне очень заботились Они сделали именно так То есть, я сдал предварительные экзамены Оказалось, что все из них сдал на топовый балл Значит, я точно прохожу куда угодно Это было в начале лета Основные экзамены в конце лета Я успокоился Прекрасно провел лето Прихожу в вуз Вот он я Берите меня Смотрю в списки И Меня там нет Как? Вы не прошли Что значит не прошли? У вас недостаточный балл У вас там 60 баллов, а не 100 Я говорю, как 60? Нет, у меня 100 Нет, у вас 60 Оказалось, что у меня не хватало 40 баллов из 40 По математике Потому что весь мой экзамен был потерян Но мне, конечно, проект никто не сказал Или не знаю, как потеряли Может, кого-то там нужно было пристроить Но факт, что у меня было вместо 40 Ноль Самое интересное, что я все равно проходил То есть, у меня 60 достаточно большой балл был И я проходил на какие-то менее престижные И важные для меня факультеты А я хотел именно компьютеры То есть, ничего другого И туда не проходил И тогда нарисовалась такая схема Что поскольку я победитель Российской Олимпиады То, по идее, ты можешь один экзамен засчитать на максимальный балл Я прихожу, говорю, прекрасно Типа, вот у меня как раз это все есть Давайте засчитывайте Ну, то есть, нельзя, но можно Все равно было нельзя Все равно нельзя Там, потому что Они говорят, не соответствует уставу вуза Я говорю, как не соответствует уставу вуза Ну, смотрите, как бы то, что победители Городских, районных и областных Олимпиад Они получают один экзамен Максимальный балл А вы победили в Российской Ни счету То есть, районные и городские подходят Российские? Да, российские нет Но у меня такая есть любимая тетя Которая очень сильно меня любила Это вот, не знаю Я вот такого небольшого роста чувак Она такая рослая брюнетка С фигурой энергии Софи Лорен Такая совершенно одним пальчиком Так просто совершенно повелевает мужчинами Она, короче, говорит Так, Руслан, мы это так не оставим Короче, пойдем к ректору Такого как же, нашего мальчика Там так далее Вот здесь там такая грамота всякая Ну, короче, я просто молчал и кивал Но в итоге меня взяли Но, видимо, как-то не судьба была с этим вузом Но это было именно решение заняться бизнесом Или несогласие? Ну, у меня бизнес уже по-любому Прямо уже серьезный бизнес к этому времени был И я абсолютно ничему не учился А я не умею тратить время впустую Но я при этом не считаю, что само попадание в вуз Оно было пустым Более того, я вот любым абсолютно людям Как бы советовал бы Вот есть сейчас споры, да Нужно получать высшее образование Не нужно получать высшее образование Я считаю, что поступать нужно по-любому Почему? Потому что вот поступание в вуз Это некая такая тусовка интересных людей Это построение сетки И пока ничего лучшего Ну, как мне кажется, все еще не придумано Вот как человек, особенно в то время В 17-18 лет понимает, что надо заниматься бизнесом У меня никогда не было цели заниматься бизнесом Вообще не было Ты просто денег хотел заработать? Какая была мотивация? Деньги были нужны Деньги были действительно нужны То есть я поэтому делал то, что делал Но я реально, я работу искал В Ульяновске не было работы для программиста вообще Но кто-то, видимо, хакал систему объявлений Таким образом, то есть говорит Работа для программиста в 5 тысяч долларов в месяц А для контекста у меня-то зарплата была 20 долларов в месяц Это вообще большая по тем временам была Гигантская, тем более там в регионе Я понимаю, что вроде какой-то обман Ну ладно, все равно зайду, посмотрю На самом деле это просто Чуваки оптимизировали аффилиат-рекламу Иланс тогда, такого фриланс-портала Он, по-моему, позже там Upwork переименовался, если не ошибаюсь По сути, ты просто заходишь на эту площадку И начинаешь там продавать как-то свою работу И на удивление у меня это получилось И на удивление первый же заказ был на e-commerce Какой-то сайт А тогда не было готовых платформ То есть сейчас у человека есть выбор На чем строить интернет-магазин А тогда интернет-магазин писался с нуля Ты берешь и просто весь его, весь пишешь Весь этот код И, собственно, такое как бы нас и попросили сделать На что мы сказали Как бы то, что у нас опыт есть, мы все умеем А действительно команда, она как бы Знала практически все компоненты Которые нужны для всего этого хозяйства Поэтому мы сказали, да, умеем А когда ты говоришь нас, это кто мы? Ну, там я со своими школьными друзьями Какими-то Я фундаментально, вот у меня такой есть критерий Лидерства Как определить, кто лидер, кто нет Смотришь, на самом деле У человека есть команда уже или нет И многие люди, они на самом деле У них нет руководящей должности Они никогда не назовут себя лидером Но у них есть команда То есть у них есть друзья Которых они могут подбить куда-то идти Подбить чему-то учиться Подбить каким-то видом спорта заняться И вот когда ты смотришь Ага, у человека есть сетка Действительно у них есть команда Есть наоборот люди, которые говорят Вот, я типа хочу делать стартап Но где мне взять людей Там и так далее Тебе не нужно ничего делать Потому что если ты просто вокруг себя Не создал какого-то лидерства Скорее всего у тебя Ключевого компонента пока нет И это не значит, что его не будет То есть это можно развивать Но он настолько важный Что я бы не стал бросаться в этот дом А это можно развивать? Да, я думаю, почти все можно развивать Сколько вы тратите в месяц? А сколько откладываете? Давайте посчитаем Сколько денег вы могли бы не потерять? Допустим, вы зарабатываете 80 тысяч рублей Откладываете 10 тысяч То есть тратите 70 А теперь представьте Что каждый месяц Вы получаете кэшбэк На всю потраченную сумму За 5 лет вам вернется 42 тысячи рублей Это одна седьмая ваших накоплений А если кэшбэк до 15% на выбранные категории До 20% на билеты в театр и кино При покупке через приложение И до 5% годовых на остаток на счете То эта сумма может увеличиться почти вдвое Все это не просто досужие размышления А вполне конкретное предложение От Тинькофф Банка Тинькофф Блэк Тинькофф Блэк Дебетовая карта с кэшбэком до 30% И ежемесячным процентом на остаток Я сама постоянный пользователь Тинькофф И это мегаудобный банк Бесплатные переводы по номеру карты Или телефону в любой банк Снятие наличных в любом банкомате Быстрая поддержка 24 на 7 И сотни предложений от партнеров Курьер Тинькофф сам приезжает с картой По удобному адресу А вы не тратите время на дорогу И заполнение бумажек Если вы оставите заявку по ссылке в описании До 30 июня То получите вечное бесплатное обслуживание Для этой карты Торопитесь Ссылка внизу Вот эта команда Я так понимаю, что вы начали просто делать сайты Да, ну как вот Мы делали эти e-commerce магазины У нас вообще такой интересный момент был Что мы когда заявили, что мы это делали раньше Нам Собственно заказчик сказал Хорошо, покажите У меня почему-то не дошло сразу Как бы что спросит И я посчитал то, что То, что в принципе нас выбрали Это невероятная удача То, что кто-то вот Новичкам без портфолио, без ничего Доверил Ну Сделать платформу для своего будущего бизнеса Это невероятно И там деньги были для нас по тем временам очень большие Там что-то типа То ли там То ли три, то ли пять тысяч долларов на команду Это для нас были сумасшедшие деньги И это нельзя было упускать Но я подумал, что если мы сейчас не покажем человеку пример То он отвалится И поэтому Было там Утро в России Была ночь в США Откуда был заказчик И мы То есть я говорю пацанам Как бы типа Ребята Надо короче построить всю эту систему Так, чтобы мы показали Что мы это правда умеем делать То есть вы сделали два магазина И мы на самом деле Да То есть мы сделали первый магазин Который якобы наш прошлый магазин Которого на самом деле не было То есть мы абсолютно с нуля Закодили e-commerce платформу за сутки Это было реально Это были сутки труда Там опять же Это была та же самая команда Олимпиадная По программированию Которые То есть это люди умели Суперпроизводственно работать Суперпроизводительно И мы это все смогли сделать Мы показали чуваку Он сказал Это была такая смесь обиды У меня и восторга Потому что Он сказал Ну типа да Неплохое начало Вы действительно умеете Но тут нужно доработать Все огромный список Мы-то считали Что мы там построили Что-то потрясающее Но плюс в том Что он сказал Что действительно это классно Я сделал этот заказ И мы потом На основе этого хозяйства Достроили ему магазин Потом пошли другие люди Которые там Типа Мне тоже сделай Здесь, здесь, здесь Оно так и шло А потом я подумал Почему мы постоянно Строим все хозяйства с нуля Мы же можем Все это запаковать Как одну Просто Не знаю Платформу готовую И просто Перепродавать Эту платформу А платформ не было Вообще А какие-то годы Двухтысячные В итоге Эта деятельность С и-коммерсом Привела к первому Миллиону в 21 год Ну да То есть Оно взлетело Вот так вот просто Заказы Просто на заказах Вот на этой платформе Мы на самом деле Заказы мы не делали долго То есть Нужно понимать То, что в России Есть миллион контор Которые делают Какой-то просто аутсорс Я примерно с первых же дней Понял, что в этом Будущего нет совершенно Почему? Потому что Украина активно Демпинговала Индия активно Демпинговала И я понимал Что это такой Race to the bottom Что там нет Никакой дифференциации И в итоге Дифференциацией будет Там цена часа И просто Все будут как-то Дешево продавать Свой труд А когда ты Продаешь платформу Вот тут уже Гораздо интереснее То есть ты можешь А, зарабатывать На продаже этой платформы Она масштабируется То есть ты можешь Один раз написать Много раз продать У тебя какой-то Лакин на клиентов создает Потому что платформа Есть у тебя А у других ее нет А эта платформа Назвалась Xcard Платформа первая Вообще называлась Fcard Но потом мы просто Очень быстро Итерировали И у нас первая платформа Очень быстро Сменилась на другие И некий потом Бранд, который укрепился Это Xcard Реально это был Один бизнес Поэтому я всегда говорю Просто Xcard Но да, изначально Были другие названия Если, например Возвращаться к названию Fcard Так там вообще Жесть была эта штука Гугл еще не знал Что это такое Поэтому он Подсказывал исправление Когда набираешь Fcard Он говорил Did you mean fart? Извините за выражение Ну это Не очень приятно Тогда еще не было Массы запросов Да, ну у нас Много там проблем было Например Мы такие были Юные и неопытные Что когда нам Подарили доменное имя А ну купить Доменное имя в России Было тяжело Особенно какой-то Дотком То есть Мы реально запустились На этом доменном имени И считали Что это нормально А потом Человек, который нам его подарил Когда увидел Что мы построили на нем Как бы серьезный бизнес Он пришел Вымогать с нас деньги За это доменное имя И что пришлось Откупать? Ну нет Он пришел Говорит Он не вымогал напрямую Он говорит Руслан Ко мне тут обращаются Вот Я понимаю Что я тебе подарил Но Хотят вот денег За этот домен Не знаю даже Что делать Ну я понял О чем Говорит И Я ему примерно В том же стиле сказал Слушай Ну как бы Ты Такой хороший друг Что я же не могу тебя подводить Ну продавай им Как бы То есть Как бы Мы как-нибудь переживем Он говорит Нет-нет-нет Я не буду Как бы Я конечно очень ценю это Вежливо послал Да Но в итоге На самом деле Мы сразу начали У нас как раз Параллельно Была Новая перспективная Платформа И мы решили На другое имя Выводить Это имя было X-Card Аккуратненько Начали переливать Трафик с этого X-Card На X-Card А X-Card Уже действительно Был наш домен Там у нас ОООшки-то Своей не было Совсем То есть Меня дали там Меня взяли В другое юрлицо То есть Давай ты будешь Заниматься этим бизнесом Тоже Как часть нашего бизнеса Ну типа О, как бы Мы там все это делаем Просто Какие-то твои деньги Вот А позже оказалось Что например Аренда не была оплачена То есть Как бы то что Я пропускаю свои обороты А эти обороты Не как бы Ну Они на самом деле Не Не идут куда Нужно То есть То есть Такая бизнес-школа Ну да Такая практическая Все возможные ошибки Были допущены Конечно Нам пришлось Как и с доменами За один день съезжать Почему? Потому что Когда мы поняли Что на самом деле То что мы думали Что как бы Платится вся аренда Она не платилась А соответственно То кто нам давал Помещение для аренды Он считал Что у него все надежно Потому что Видит столько оборудования То есть Это какое-то Что у него будет Что забрать Потом То оказалось Что за В общем-то Не наши долги Собирались Забирать Наше совсем оборудование То есть Ребята приехали Как Такой русской традиции Ну Мы очень молодые были И поэтому Такие очень резвые Я просто Значит так Снимаемся за один день То есть От момента Когда мы начинаем переезжать До момента Когда мы полностью выехали Должно произойти Пройти полдня То есть К обеду У нас здесь Не должно быть И мы действительно Полностью уехали За полдня И когда последний рейс Приезжал Там пришел Собственник в здание Который сказал Типа Деньги Ребята Вы куда Вы где Какие деньги Я все деньги отдал То есть Дальше Обращайтесь Слушай А вообще Вот эти Что называются Такие Инфраструктурные Бизнес-сложности Назовем это так Они Большую Как бы Долю времени Отъедают Вот если сравнить Например В России Не в России Сейчас нет В любом случае Раньше Тогда это было Тогда это было Просто жесть То есть Сейчас это тяжело понять Но То есть мы Офисные здания Строили свои Потому что Ну просто Не было Ни колхозных Арендодателей Которые просто Не донимали бы тебе Не Заваливались бы К тебе в офисе Что просто там Лясо поточить С красивыми девочками Как бы Ей-нибудь там Да У которых просто там Не знаю Не воняло бы И прочее То есть Своё здание К этому зданию Идёт своя траншея В которой Своя Тогда ещё была Медь Потом своё первое Оптоволокно То есть мы Интернет Приводили тоже свой Потому что Интернета Должного качества Просто не было У нас там Было Магистрального Уровня канала Мы были одержимы Тем, чтобы интернет Был супербыстрый Но мы реально Абсолютно Всё делали Инхаус То есть Тогда, когда Какие-то люди Там, не знаю На западе В долине Просто концентрировали В своём бизнесе Мы строили Все компоненты Бизнеса с нуля А потом Понятно, что Банальный приём Платежей какой-то Он же тоже Ну там Ты в Калифорнии Берёшь их И принимаешь А Россия Там Конца 90-х Начало 2000-х Она, в общем-то Не очень была Приспособлена Для приёма Кредитных карт Там со всего мира Я помню Мы когда приходили В Альфа-банк Делать процессинг То есть они нас Конечно заблочили Потому что Не знаю Какие-то Наверное Мошенники Какие-то пацаны Молодые То есть они нам Не давали процессинг Я Я упорный Я в итоге Дошёл до Там самого-самого Главного Чувака Который у них занимался Какой-то безопасник Я помню У него были часы Такие Чуть-чуть Не с кукушкой Такие большие Вот он С этими большими часами Ну да И говорит Типа А чем вы занимаетесь Ну вот Интернет-магазин Покажите Я ему показываю Демку нашего магазина Понятно, что на экране В это время То, что получил бы клиент Если купил бы наш магазин Там какие-то книжки Какие-то там Демонстрационные товары Он говорит Вы продаёте эту книжку Я говорю Нет Мы не продаем эту книжку Вот всё это Мы можем сделать для вас То есть если вы хотите Свой собственный интернет-магазин То у вас он будет через нас Но видимо просто идея Что кто-то может хотеть Свой собственный интернет-магазин Как-то не доходило То есть реально Это безопасник В платёжной системе Это был ассист тогда Который собственно Сделан для аналог платежей Не понимал Что вот Что такое Движок интернет-магазина И может быть я какой-то был Кривой и не такой Но я за один час У меня не получилось Сему объяснить Что это такое Но в итоге сделали Платёжную систему Или прогнали вас Нет В итоге такую не сделали В итоге То есть я Ну я же на Кипре жил Несколько лет Как я там собственно жил Как я там оказался Просто нужно было Чтобы нормально работал Приём платежей Для этого нужна была Оншорная А не оффшорная компания Что такое оншорная Как бы значит Что менеджмент должен быть Там где компания То есть я в итоге Переехал на Кипр Как когда переехал То есть Я же не доучился Поэтому у меня Большинство стран Не брало никуда Потому что я Неквалифицированный человек То есть Если бы у меня было Вузовское образование Я был бы квалифицированный Поэтому То есть я взял просто таблицу И там были страны Которые То есть какие-то Иммиграционные критерии То есть куда я могу попасть Какие там разные условия По этой эксельке пробежался И эта экселька показала Ты летишь на Кипр Я полетел на Кипр То есть в итоге Это первая иммиграция Это же была первая иммиграция Она была крайне глупая Она была просто вынужденная Да Абсолютно так Ну почему Не такое уж плохое место Глупо то Что вот Некая такая моя Супер интроверсия Тогда И Постоянное Предпочтение Делать резерч Вместо того Что спрашивать людей Ох меня бесили Вот разные культуры Они разные Например вот Индусская культура Она больше про спрашивать А я был очень Односторонний Про изучать И меня совершенно бесило Когда люди Приходят тебе И спрашивают Какую-то вещь Которую можно За три секунды найти Как ты можешь Я потом понимаю Ну как Ну ты отношения При этом развиваешь Ты человеку приятно делаешь Что он поделился знаниями То есть Есть смысл спрашивать Особенно Когда сложные задачи Как бы не то Что есть смысл Их нужно спрашивать То есть Когда ты выбираешь Страну В которой ты будешь жить Неплохо бы Неплохо бы Узнать что-то Да У меня не было Я никого не знал Кто жил за границей Я никого не знал Что когда-либо Вот как-то делал Какую-то бизнес-миграцию Современный Руслан Сказал бы То есть Типа Езжай в долину Вот тогда кстати Было бы обалденное время Ехать в долину И это было бы Вообще То есть Это было бы Юникорн До того как Юникорны стали Модными В том числе Икскарт был бы Ну икскарт На самом деле Что понимать по метрикам Он был Ну примерно Сейчас Тогда метрики Не были открыты Но примерно Номер 2-1 Глобально в своем рынке По платформам Для интернет Для интернет-коммерции Да То есть Например Современный лидер В этом рынке Shopify Он стоит 140 миллиардов долларов Да Я посмотрел Перед этой программой Он еще кучу денег Просто зарабатывает В квартал 200 миллионов Зарабатывает Это на самом деле Живых денег Да Это специфический рынок На самом деле Это абсолютный красный океан Он очень жесткий Он очень конкурентный И Я не знаю Другого Другой такой Под индустрией СААС Которая была бы Более цена С точки зрения победы В принципе Я поясню Что я имею ввиду Вот если посмотреть на мультиплы Возьмем например Такие Самые крутые Инновационные компании Мира на сегодня Да Это Пускай будет Apple Google Facebook Tesla Вот Все эти компании Если посмотреть на их отношение Выручки И Стоимости Прибыли и стоимости У них мультипл 10 10x Прибыли и стоимости Выручки Это сейчас про выручку Выручка 10x Прибыль То есть Price per earnings У них 30 То есть Спокойненько Так вот За них платят 30 прибылей А за Shopify Платят 70 выручек Да Я смотрел Вчера 400 400 прибылей К акции Ну то есть Почти как Tesla Да То есть Это Весь оборот За 70 лет Если он был бы таким Вот Сейчас Чтобы купить эту компанию Нужно заплатить Весь оборот Этой компании За 70 лет Когда говорят Что там Tesla Там типа пузырь Переоценено Ну у Tesla Мультипликатор к выручке Опять же У потрясающей инновационной Компании 10 У Shopify 70 И это не Не уникально Для Shopify То есть Бекоммерс их конкуренты Менее развитых конкуренты Да У них 40 Тот же мультипл Тоже Это больше За их выручку Чем Facebook Или Google За чистую прибыль Получает Мультипликатора Ну вот Мы в этом рынке Мы В этом рынке Сейчас растем Примерно так Что мы С прошлого года Эквит был Десятым В этом рынке В этом году Пятый То есть Мы просто Очень-очень Стремительно Растем По некоторым данным Обгоняя других По некоторым данным Мы самая быстрорастущая Компания В e-commerce В Европе Но Это все Годы спустя Это же Моя вторая попытка Эквит Это как бы Очередной заход А на самом деле Я уже был В абсолютном топе Когда-то давно Я просто не знал Что с ним делать То есть У меня был Этекс-карт Я имел Какую-то По меркам Ульяновска Какие-то сумасшедшие Деньги И мне казалось Что вот I made it Это вот оно А сумасшедшие Деньги Это сколько Ну я не буду нырять Но как бы Реально В Ульяновск Их было не потратить Просто в принципе Не потратить Но в этом же Как раз была Такая сильная ошибка Почему? Потому что То, что казалось Таким пределом Из Ульяновска Не было видно Что дальше этого предела Потом появилась Такая компания Маджента Основатель Маджета Рой Рубин На самом деле До этого Он строил проекты Свои на X-карте На платформе Которую я построил То есть он На тебя подсмотрел Да Возможно Он не только подсмотрел Но на самом деле Он привлек Очень большие Финансовые ресурсы Потом успешно Продался Ибэю И со всем этим Хозяйством Они У них Первый раз Когда эта компания Продалась Она продалась То ли за 40 То ли за 160 миллионов Тогда это были Большие деньги Они с тех пор Перепродались Еще раз Перепродались Там 2-3 миллиарда Но ты ничего Просто этого не знал Я что-то из этого Знал что-то Не знал В принципе У меня вот Эквит Когда он строился Его задачей было Типа В нифига себе Мы начали эту игру А они посмотрели И нас обогнали Короче Нам нужно догнать И перегнать Америку В прямом причем В прямом смысле Да И Эквит Делался для того Чтобы побить Мадженто По одной метрике По количеству магазинов На нем И у меня как раз Это был некий Инвест тезис Когда Руна инвестировала Собственно Вот там я писал Некий план Недавно Ностальгировал Просто смотрел план Рождение бизнеса И оказалось Что там все Доставлено Реализовался И даже Даже Мадженту Мы обогнали Правда Мадженту Обогнали чуть позже После того как Руна уже вышла Вот между Икскартом Икскарты И как бы И Эквитом Что произошло Что ты стал делать Второй проект А первый Как бы не стал Ну ведь можно было И первый развить В чем принципиальное отличие У Эквита было Рабочее название Икскартнекст То есть Я не знал Что это будет компания Я думал Что это будет продукт Это кстати Был не первый Продукт построенный Икскартн Мы строили Сейлзенстатс Это был продукт Который такой Очень ранний То что потом Тогда не было Гугл аналитики Гугл аналитика Купили там По-моему Урчин называлась Компания Вот Это рынок Это рынок Был не поделен Это был аналог Гугл аналитики Но с лайвчатом И с видеочатом В неком таком Едином Пакете Это был продукт Который абсолютно Пример ужасного Продукт менеджмента Потому что В общем-то Проблема была понятна Решение работало Тоже нормально Но мы тогда не понимали То что типа Ребята как-то Умерьте свои амбицины И сделайте Сделайте меньше А мы пытались И то И вот это И вот это И вот это Не знаю Как Колхозник На шведском Столу Столе Я не знаю Чтобы все просто Взять все Обожрать Все Да На один поднос И это было Слишком много Мы конечно Это не вытянули Но в принципе Тоже был прибыльный Бизнес Потом Лайткоммерс Была тоже Это платформа Электронная коммерция Которую мы Пытались запустить Но в итоге Она не выстрелила Так как Экскард Потом был Эквид Который начал Логики хорошо выстреливать Но с Эквидом Я уже посчитал То что Я очень привязан К своей команде К своему бизнесу И у меня бизнесы Получаются из-за этого В прошлом Непродавабельные Вообще А мне важно Эквид Иметь возможность Продать Почему? Потому что Я не хочу В такой ситуации Оказаться Как с Маджентой Когда их покупает Какая-то очень большая компания И потом С доп. ресурсами Они просто нас вносят С рынка И поэтому Я хотел Чтобы у меня кто-то был Кто умеет Все это делать Я поэтому взял Деньги Руна Не то что мне деньги были нужны А мне нужны были люди Изначально С ценностями Венчурного капитала Ну подожди секунду Но ты ведь сказал Что у тебя была ситуация Когда ты В Ульяновске Не можешь потратить Все свои деньги Ты уехал на Кипр По сути Где-то я считал Ты там Был таким Высокооплачиваемым Пенсионером А что Триггернуло А что Триггернуло Процесс Что вот Я хочу дальше Ну сидел бы А я и хотел раньше Это я сейчас понимаю Что я пенсионером был А тогда я думал Что я интенсивно работал Это вообще вся моя жизнь Это интересно Я каждый год думаю Что я никогда в жизни Так интенсивно не работал И в следующий год думаю Ага То есть вот Прошлая сделка С Пикспаном и Морган Станли Которая там В прошлом году делалась То есть мне оказалось Я вот так не работал Никогда в жизни Сейчас я работаю Еще интенсивнее То есть мне кажется Уже быстрее нельзя Невозможно Но оказывается Что когда ты человеку Некий вызов делаешь Он находит способы И находит Возможность сделать это На новом уровне И быстрее Поэтому да Сейчас опять Как-то сильнее работаю Но я тогда реально думал В 2005 году Что я просто упахиваюсь На этом Кипре А реально Да я столько раз На рыбалку куда-то ездил Там туда-сюда Солнышко На пляж научился ходить Я не умел ходить на пляж Я вообще не умел отдыхать Я не умел есть Я не умел пить вино Я не умел отдыхать Меня Кипр научил Всему этому хозяйству Мне кажется Для того Чтобы достаточно долго Оставаться в этой гонке Нужно уметь На самом деле И отдыхать Потому что Ну там В 25 ты можешь работать Без остановки Там круглосуточно Ну тоже сколько-то Ну 3 месяца Допустим Ну потом уже Тоже не можешь А когда ты становишься старше Ну себя же надо Как-то собирать Как-то переключать Ну восстанавливать Думаю спорт очень важен То есть без спорта Невозможно двигаться А без отдыха можно Это зависит от того Как человек построен А мозги переключать Медитация То есть Ну какое-то переключение нужно Но это очень сильно Зависит от человека То есть Если у тебя достаточно Если у тебя достаточно Разнообразное занятие Если тебе нравится То, что ты делаешь Если ты по-настоящему В этом удовлетворяешься И если ты не заморачиваешься Сам по поводу того Что вот как я перегружен То все нормально Если начинаешь думать Что вот я так устал Ну как так можно Как я справляюсь Тогда конечно Я не верю в выгорание Я абсолютно не верю в выгорание Есть вещи Которые называют выгоранием Но я считаю Что термин сам по себе неправильный И он человеку дает Неправильный фрейм Который мешает Выбраться из проблемы А в чем неправильность? Неправильность в том Что выгорание Это похоже на дорогу В одну сторону Что был некий такой ресурс Фитиль Он сгорел Его больше нет А на самом деле Человек это очень такая Resilient То есть очень гибкая система Очень самовосстанавливающая Потом он тренируется Когда ты упарываешься Там где-то в спорте У тебя же мускул Это только растет на самом деле Поэтому от того Что тебе тяжело Сложно и так далее Совсем не гарантируешь Что ты не сможешь Больше продолжать У того, что называют выгорание Совсем есть другая природа Это Синдром Некого выгорания Он вызывает тем Что человек на самом деле Очень сильно вложился Во что-то Где потом не получил награду Мотивация пропала И он поэтому остывает То есть как бы Шел, шел, шел И ничего нет Собственно поэтому Бороться с этим нужно Не как то, что там сгорел Или еще что-то А просто себе построить Некую более короткую Цепочку вознаграждения То есть уменьшить размер целей Сделать так Чтобы ты гарантированно выиграл Самому себе дать конфетку И идти вперед Как тебе удалось построить Вот эту систему Самопознания? Я ее спер У кого? У меня очень плохая память На то Ну из книжек Или от людей Есть фраза Оскара Уайлда Talent imitates genius steals Я абсолютно часто говорю Своим сотрудникам Потому что Я не хотел, чтобы они проходили Через ту же самую ошибку Которую я проходил В юности У меня же очень много Того, что я строил Было самым-самым первым В мире А потом у меня начинали тырить И я топал ногами Как с X-картом Как с X-картом Да То есть С X-картом же там даже У меня какие-то и бывшие сотрудники Что-то там упирали Там много было всякого Вот И я был возмущен Совершенно как бы нечестно Почему вот они И так далее А это абсолютно не работает Так жизнь устроена Так жизнь устроена Нельзя И я всегда считал Что это какой-то First mover advantage То, что я вот был первым Поэтому я должен победить Реальность в том, что нет То есть Первопроходец На самом деле Получает только пули Все шишки Вот А за ним уже идут Те, кто более успешен Поэтому очень важно Что То, что если хочешь что-то делать Пожалуйста Если там проблема не решена Решай первым Но если кто-то Что-то решил для тебя Нужно совершенно Не стесняться копировать Потому что в итоге На самом деле Мир запоминает тех Кто сделал что-то массовым А не тех Кто что-то придумал И тот же Стив Джобс Который Светоч пионер Компьютинга Он почти ничего Из того, что он вывел на рынок Он не придумал сам Он где-то это подсмотрел Но он увидел Как это может работать На настоящем масштабе И он действительно С точки зрения людей Был первым Кто по-настоящему Сделал доступным людям И я хотел бы Чтобы Хотя много что придумал В своей жизни Но я хотел бы Скорее Чтобы меня запомнили Как человека Который сделал это массовым Который действительно Эти какие-то вещи Которые где-то там Недоступны Потому что они Либо дороги Либо мало кто О них знает Чтобы все это Недоступное Стало действительно Доступно массам В виде продуктов В виде знания В этом Такая Моя миссия Я в одном Из твоих интервью Прочитал Что Ты переоценивая Историю с Икс-картам Считал Что Нужно было брать Грубо говоря Бабло И масштабировать Это абсолютно Собственно В этом Это бы могло И в долине Той же самой Произойти Самое смешное Что мне пытались Его дать Серьезно Меня пытались Его дать Меня пытались Его купить Это То есть Просто назвали Людей в компанию И говорят Мы хотим Купить Наверное Хорошие Я не знаю Это Какой-то недостаток Контракт Но не венчурные Какие-то фонды С которыми Ты потом Сталкивался Самое смешное Что я даже Не знаю Почему Потому что Я не заныривал Глубже Потому что Все что я знаю Что фронтлайн люди А у меня было много Я как настоящий интроверт У меня тогда Было много слоев Изоляции То есть Кто-то там Разговаривает с меня А я где-то Далеко Сейчас я разговариваю С клиентами Это очень важно Сейчас я разговариваю С инвесторами Со всеми разговариваю Тогда я был В некой башне Спрятанный такой И были кто-то Кто все это решал И вот Туда на фронтлайн Приходят запросы Про то что Нам нужно поговорить С Русланом Зачем Мы хотим купить X-карт X-карт стоит 199 долларов Покупайте на сайте Вы не поняли Мы хотим купить X-карт компанию То есть Тогда это все Приходит мне А я на это смотрю Ну как вы купите Вы же не понимаете Как там работают Все какие-то Там юридической структуры Даже нет Такой Что вы могли это купить Но я на самом деле Не понимал Что покупатели Очень страстные И у тебя есть Абсолютные Скажете валю Можно сделать Они тебя научат Я сейчас понимаю Что продать Абсолютно можно было Никакой там магии нет Неких там В кавычках Талантливых мальчиков Покупают только так И за них Все финансовые вещи Прекрасно решают Если так оказывается Что есть какая-то Бизнес-нужда И только твоя компания Никакая другая Эту бизнес-нужду решает Вот что принципиально Изменилось В 2009 году Когда ты стал делать Я так понимаю Что на самом деле Не вполне правильно Говорить Ты стал делать То есть у вас Был какой-то тандем С твоим партнером Команда Команда Очень хорошая Но тандем Как раз В 2009 году Он не то что разорвался У меня отличное отношение Юрий Зайцев Юра Зайцев Да Я его называл Так в презентациях Инвесторам Как бы Говорил Типа Это просто хорошо продавало Говорил там My hostage Co-founder То есть я что имел ввиду То есть инвесторы Хотели инвестировать В Эквит А не в Экскарт Им важно было понять Что происходит Я объяснял Что вот Два основателя Если оба основателя Идут в Эквит То в Экскарте Кто будет всерьез Экскарт воспринимать Поэтому мы поделили Что вот он В Экскарте остается Я в Эквите У нас доли В обоих компаниях То есть мы основатели И обоих компания Но я не занимаюсь Операционно Экскартом А он операционно Не занимается Эквит А можно Подожди Я расскажу историю Которую ты может быть Даже сам забыл Но я то ее помню Что ты вообще Сначала воспользовался Помощью Можно сказать Журналистов Что был такой проект Конкурс стартапов Журнала Forbes А ведь Эквит Можно добавить Внутрь любого сайта Всего за 5 минут Так же просто Как ролик YouTube Вклеить Ух ты А у Эквит Есть версия Для мобильных устройств Шоппинг с айфончика Причем это был Самый первый конкурс Который там Происходил В каком-то В 2010 году И вы подались С Эквитом На этот конкурс Стартапов Расскажи эту историю Нет там действительно На самом деле После этого конкурса Когда мы в нем Выиграли Да вы действительно В нем заняли первое место И вы выиграли Кажется Какие-то деньги Миллион рублей Миллион рублей Ну да нормально было Миллион рублей На AdWords На рекламу Да Там еще круто Что этот конкурс Проводился на самом деле Не абы кем Это Google и Forbes Да То есть действительно Как бы два серьезных бранна В жюри был Олег Тиньков То есть тоже человек Который понимает Что ты в этом хозяйстве Я кстати помню Там была такая история Что он когда узнал Что у вас всего 30 платных пользователей Он как-то сник Это было очень смешно Это было очень смешно Он подумал Что мы какие-то проходимцы Почему? Потому что у нас же была Метрика тогда 10 тысяч 10 тысяч Мерчантов на платформе Но у нас Платформа была бесплатная Очень долго И мы пока не включали Монетизацию Так премиум модул Так называемый А незадолго до Собственно говоря Этого конкурса Мы включили монетизацию Но только включили Там несколько дней Поэтому там 30 набралось Мы не спешили То есть из 10 тысяч 30 начали платить И уже все Уже приз вручили Вот мы уже стоим Есть первое место Есть второе Есть третье И как раз Сказали Сколько у вас Платных-то Ну 30 Было видно На лицах Абсолютно То что Не тому дали Не тот выиграл И так далее Секведом ты решил Сразу как-то привлечь Я так понимаю Инвестиции Да То есть мы их инвестировали А расскажи Как ты вообще В руну попал Это же фонд Белоусова Фонд Белоусова Это такой именитый Классный фонд Ну сейчас он более именитый А тогда у него было имя Но я сейчас понимаю Что они выстраивали Когда мы первые деньги получали Я понимаю Что все логотипы Которые у них были Там Яндекс И так далее И так далее Нужно читать мелкий шрифт Это не они там В них инвестировали А это команда Которая связана То есть реально Конечно фонд Начинался абсолютно с нуля Ты читал мелкий шрифт Нет я не читал Мелкий шрифт Но люди реально блестящие И фонд хороший Я в итоге рад Что это было И посоветовало их На самом деле Ну журналистка Ирина Телицына Из собственно Фарбса Да ладно Круто То есть она как бы Говорит Вот Потому что вроде никого хорошего У нас больше в России нет Нет У нас на самом деле Были конечно хорошие в России Были да То есть Так это работает Я думаю что Рун тогда еще просто Достаточно активно пиарилась Они вот Понимали хорошо И это на них сработало Они какие-то Они там НЖНекс Ну Разные интересные бизнесы Запили на очень ранней стадии И нас в том числе Слушай Для тебя Человека Который тогда Ну так сказать За несколько лет до этого Даже Разговаривать Отказывался О чем-то Вроде продажи компании То есть как Ты в себе Как с собой договорился На тему То что надо там Долю уступать Вообще-то Ну это сложное решение было Ну надо Просто Иногда Просто понимание того Что просто надо И все Ты берешь И делаешь Но надо для чего? Надо для того Чтобы строить на неком Новом другом уровне Который раньше Был недоступен Вот есть Такая Обратная От Хорошо растущей Венчурной компании Это Лайфстайл бизнес Икскарт При всех его положительных Атрибутах Все равно Фундаментально Был построен Как лайфстайл бизнес Потому что Мы даже и понятия Вообще не знали Что такое стартап Венчурное финансирование Бутстрапинг Мы не знали Что мы бутстрапим Стартап Ну просто Стартап Который зарабатывает деньги Ну да Стартап Который зарабатывает Нигде с первого дня Это был полный бутстрап Но мы всего этого не знали Мы просто Мы создали бизнес Вот и все Ну знаешь Мне кажется Для инвестора Это как раз круто Что человек Который создает Как бы второй бизнес Он в первом В целом Понимал Что надо зарабатывать Здесь и сейчас Потому что Есть же обратная сторона Да Это компании Которых никогда не сходятся Так сказать Расходы с доходами Это так И которые бесконечно растут Но в конечные точки Так и непонятно Они все-таки зарабатывают Или нет Да Как правило Есть люди Которых нужно заставлять тратить А есть люди Которых нужно заставлять не тратить Мы скорее со стороны Которых нужно заставлять тратить То есть К нам чаще были вопросы Про то что Ребят, почему вы не инвестируете Еще агрессивнее Нам казалось Что мы уже агрессивно инвестируем Но на самом деле Это было не так А вот можешь здесь Побольше рассказать Вот агрессивно инвестировать Вот для чего Агрессивно инвестировать И во что В частности Я в одном из твоих По-моему интервью прочитала Что Или каких-то Просто таких Рассказов Там О своих Принципах Что Мы недостаточно Инвестировали в маркетинг Что нужно более Агрессивно Я вот пытаюсь понять Ну как бы Маркетинг Да это известность Пиар Каналы продаж Но на самом деле В какой момент Правильно тратить деньги Вот ты получил деньги От инвестора Сжечь их на маркетинг То есть Они же потратятся И непонятно Принесут они Свой результат Или нет Есть такой фундаментальный принцип Он от Чувака Который написал Инвестор с дилеммой Принцип крайне малоизвестный Но он говорит Следующее То что На ранних стадиях Стартапа Нужно иметь Очень много терпения К скорости роста Но очень мало терпения К прибыльности То есть Нужно стремиться Достичь Прибыльности На уровне базовой Юнит экономики И при этом Не спешить его скейлить Не нужно Ну не растет И не растет А как только Ты нашел То что Ага Вот эта модель Сходится Она прибыльная То есть Каждый проданный Юнит Работает Классно И есть там Продукт Маркфит И так далее Это должно Абсолютно переключиться То есть У тебя тогда Должна быть Готовность К неприбыльности Но абсолютно Нетолерантность К медленному росту Почему? Потому что Как только нашел нишу Нужно просто взорвать И занять всю Почему? Потому что Ты же выбирал технологию Которая работает Когда ты нашел У любой технологии Срок жизни И таймер включился Пошел срок жизни За этот срок жизни Нужно Все захватить Заработать деньги А потом уже Перезаберсти себя Если ты за это время Не успеваешь Заскалить на весь рынок То Продойдет одно из двух Событий Либо просто какая-то Другая технология На рынок Которая будет По-другому на нее смотреть Либо твою самую технологию Которую ты придумал Другие люди Сделают Сделают ее же Короче кто-то сделает Это за тебя Загрузят в маркетинг просто То есть Если ты не будешь тратить Ну как Если не ты То тебя Да-да-да То есть Народ который не содержит Свою армию Будет содержать чужую Но главное Вот это время Не Правильно выбрать Да Важно не пытаться Скелить то Что на самом-то деле Не летает Еще не летает Потому что Ты конечно Как бы При должном количестве Динамита Можешь в воздух Запускать Любые объекты Вопрос Что с ними дальше будет Когда ты понял Что модель Эквида Работает Что вот именно Вот это Юнит экономика Сходится Или это сразу Было Там Работал сразу Ранее сигналы Давал сразу Конечно же Но еще важно То что я Эквида создавал Там Прочитая такую книжку Там Bill and Vision Которая заранее Закладывала ряд принципов И в том числе Принцип абсолютного фокуса На массовый рынок То что Там Хочешь победы Иди Вниз рынка И Ориентируйся на то Чтобы захватить Максимальное количество Юнитов А не Какую-то максимальную Прибыль с одного юнита Или Или не самые большие Бизнесы Потому что Тот кто Умеет обслуживать Миллионы малых бизнесов Со временем Когда эти бизнесы растут Сможет развить Сложность своего проекта И обслуживать Большие бизнесы тоже И у нас Это сейчас Так в этом происходит У нас сейчас Все больше и больше Это универсальный принцип Универсальный принцип Да Это там Он еще из Опять же Той же самой Innovators Дилемма Наоборот Не работает То есть Нельзя идти в низторонку Но можно идти в верхонку И Это очень-очень Важная компания Потому что На самом-то деле Может быть Такое Некое снисхождение И как правило Почему компании Вылетают с рынка Такие гиганты Устоявшиеся Потому что Ну это какие-то Маленькие ребята Они обслуживают Клиентов таких маленьких Которые нам тоже Абсолютно неинтересны Они просто Какой-то фигней Низкие чеки Да Это не наш 17 долларов Абсолютно так Но потом получается Что те Кто как раз Специализируется На этих маленьких клиентах Они вынуждены Делать технологии Которые так эффективно Работают Без какой-то Супервложения В техподдержку Так классно скейлится Настолько понятная И простая Настолько экономически Эффективная Это гораздо более Сложные проблемы Большая компания Не может туда прийти Почему? Потому что Для большой компании Как только она туда выходит Ну если ее текущий клиент Начнет покупать Новый продукт Они же на самом-то деле Будут терять деньги Они будут каннибализировать Свой другой продукт Дешевым Поэтому они не могут К тебе прийти И ты работаешь Защищенный ниже Эта ниша Со временем захватывается И ты тут начинаешь Добавлять некий функционал Который позволяет Уже Атаковать все больше Текущих игроков рынка И оказывается Как правило Что на более простом продукте На более отлаженном Миллионами пользователей А не десятков тысяч Добавление Какого-то продвинутого функционала На самом деле Все это хозяйство Лучше Чем Текущие продукты Слушай Но ведь на тот момент Когда вы запускали Вот вашу технологию Была уже Вот эта самая Компания Shopify Которую мы обсуждали До X-карт был А чем В чем отличие? Инстаграм Любой чувак Может взять и завести себе Инстаграм-аккаунт Выкладывать свои фоточки Но ведь на самом деле Он только что создал свой сайт У него есть сайт в интернете Где там То есть можно открыть В браузере Там будут все эти фотографии Человек даже сам не задумывался Но он себе построил Сам только что Веб-сайт То есть Оказывается Не нужно быть гением Чтобы веб-сайт построить И вот точно так же Есть технология Что не нужно быть гением Чтобы построить Интернет-магазин Все есть И Эквит Всю эту сложность Внутреннюю берет на себя Для человека Мы делаем Все это качество простым И это не просто Там дешевле Чем привлекать Какую-то веб-студию Это лучше Почему это лучше? Потому что Как выглядит сайт Построенный Какой-то веб-студии? Она его построила Один раз Он там где-то лежит И он уже не актуален Ты на него заходишь Там все не то Потому что За него отвечает Веб-студия А не владелец бизнеса Когда же ты Владелец бизнеса Ты, наверное, будешь Четко понимать Когда эта штука Становится неактуальной И будешь ее обновлять У тебя сайт будет Гораздо более живой Тебе гораздо более подконтрольный То есть на платформе Ты можешь обновлять Потому что она Как бы это фича платформы Да-да-да Но это дизайн-студия Но Shopify Это не дизайн-студия Shopify Это такая же платформа У нас вообще У нас к Shopify Принципиально Отличие заключается в следующем В том, что А, мы фримим То есть вы Какие-то фичи фри Да, то есть можно вообще В принципе Для ряда бизнесов Эквит будет всегда бесплатный Второй момент А они сразу платные Они сразу платные Второй момент Который нас отличает И отличает Очень сильно То есть это воронка Да-да То, что мы прям Фанатически направлены На абсолютную простоту То есть если какую-то вещь Нельзя добавить В продукт так Чтобы она была простая Для пользователя Мы не будем Мы подумаем Потом только добавим И поэтому Реально каждый может Разобраться А это очень важно Это есть продукты Например, которые Не добавляют функционал Если он продукт замедляет Google так, кстати, устроен У них есть некий бюджет Ты не можешь замедлить Поиск Если ты хочешь Какой-то новый компонент Придумай, придумай Придумай, как его сделать Не замедляя И вот то же самое Придумай, как его сделать Не усложняй Второй компонент Третий компонент То, что Эквит был изначально Сделан для добавления В любой сайт Поэтому неважно На чем у вас построен сайт Там на Виксе На Вордпрессе На какой-то кастомной платформе То есть туда можно Это добавить Это никакой шипифай Никто это не умеет делать Мы умеем Мы добавляемся сразу К любой системе И это нас привело К последнему компоненту Как раз Который добавила Руна Они пришли и говорят Чуваки, ну смотрите Вы же интегрируетесь Куда угодно К любому сайту Это значит, что вы готовы По сути для партнерства Потому что есть Система строительства сайтов У которых нет Хорошего e-commerce А вы офигенный e-commerce Так значит, что вы можете Давать им этот офигенный e-commerce И собственно Продавать через Таких партнеров И мы действительно пошли К целому ряду партнеров Для них это было очень ценно Почему? Потому что у них там То есть это еще один канал Продаж для вас? Да, это То есть Shopify, он на самом деле Угрожает огромному количеству бизнесов Каким образом? Он угрожает Бизнесам типа GoDaddy или Wix Тем, что он конкурирует с ними Он угрожает бизнесам Там типа Square, PayPal Тем, что он конкурирует с ними В платежах Он угрожает Там point-of-sale бизнесам Таким, как Не знаю, какой-нибудь Clover Тем, что Пытает свой PO сделать Они все делают сами In-house И дерутся со всеми одновременно Мы Берем и Позволяем Митигировать этим бизнесом Эту угрозу То есть как бы Соответственно Мы понимаем, что вы дерете с Shopify Вот теперь вы можете их победить Потому что у нас продукт сильнее У нас Net Promoter Score 52 У Shopify он там типа Не знаю, там 7 или 9 То есть у нас Клиенты в 5 раз счастливее И вот мы вам дадим эту технологию Вы можете поставить на нее свой бренд И у вас будет что-то такое Что сильнее Shopify И поэтому вы можете от них Наконец уже отбиться От этих атак И это, конечно, офигенно работает Это очень быстро растет Я где-то читала В каком-то обзоре Рыночном Что да Вы очень быстро растете Но все равно догнать Такого гиганта Ну просто по количеству пользователей То есть ты говорил У вас 4 миллиона сейчас Да Если 3 Это 3 Фришников А сколько из них платят Процентов нам 7 Мы обычно Мы не гуляем в эту метрику Но я могу сказать То, что очень Близко попадает Ну потому что Обычно конверсия То есть, грубо говоря На телеканале Прощение, дождь Как бы от количества Пользователей Платят примерно Обычно 1-3% У нас выше У нас выше И ближе К той цифре Которые Но, грубо говоря Как вырасти До размера Там Компании Которые Которые Сейчас там Стоят 140 миллиардов Постепенно Ну То есть вы должны Очень быстро расти Да Мы растем Мы в Европе растем Быстрее их Уже на сегодня В Европе А в Америке А в Америке Это очень важно За Европу Сейчас как раз Сторжение За Европу Если посмотреть Не за Азию Среди этих компаний Не за Азию Потому что все-таки Азия это очень сложный рынок Там за Азию тоже Есть своя битва И есть компания Которая за нее рубится И мы там тоже играем Но, наверное Вот самое такое Жесткое сражение Сейчас идет за Европу Если посмотреть Public filing Там Бекомерс Когда они на биржу выходили Они говорят То есть они как поэценивают Что делать такими ценами То, что мы международные Хотя, скажем так По международности Они там от Эквида Извините меня То есть у Эквида 170 стран на 50 языков А Бекомерс все-таки В основном США У нас, конечно, тоже США много В США большой рынок На нем одном Можно жить круто Да У нас же международные компетенции Были с первого дня А нужно понимать Что без концентрации Международно сразу Сложнее расти Нам проще было бы Выбрать один рынок И расти Это азбука Мы просто не знали Я все не понимаю Как люди из Ульяновска Так и начинают лихо расти На международном рынке А из Ульяновска проще Что вы про это знаете Грубо говоря Ничего Ничего Но как бы у тебя Других вариантов нет То есть если ты в Москве Ты можешь что-то Газпром продать Не знаю кому-то еще У тебя есть какие-то друзья Которые В каких-то больших компаниях Они у тебя могут купить Много твоего продукта И ты себя прокормишь В Ульяновске Ты не прокормишься И расслабишься Поэтому ты хочешь не хочешь Должен иметь Какой-то более глобальный вид И он у тебя скорее Ну как У меня есть такая теория Что люди меняют подходы Пока не найдут Тот который для них Более-менее работает Не факт что лучший Но он более-менее работает Таким образом Вся наша жизнь Это некая случайность Мы случайно остановились На каком-то статусе Который нас стал устраивать И он всякий раз меняется Когда что-то происходит Такое Что нас заставляет меняться Иногда можно проактивно Себя заставлять менять Но в целом Это оно просто утряслось В каком-то состоянии Вообще мне кажется Что когда происходит Какая-то жопа Потом люди начинают меняться Ну да И получается что Эти жопы Они определяют нас в будущем И создание этих жоп Вводит нас на следующий уровень Не факт что Каждый конкретный уровень Это действительно Как бы он идеальный Там еще что-то Он просто Он лучше чем жопа Вот Если мы в прошлом Что-то достигали В какой-то области То скорее всего Мы будем знать Что жопа это плохо Вот то что было Это как бы тоже Вот некая база Ниже этого не стоит опускаться Поэтому когда мы будем Искать новое Мы скорее всего Сделаем не ниже Прошлой базы И поэтому У нас каждая жопа Будет поднимать На некую следующую Такую ступеньку Но это просто вопрос Того до какого уровня Мы готовы идти Если бы ступенька была выше Мы наверное На нее запрыгнули бы тоже Возвращаясь вот к этой теме Про то На что собственно Тратить инвестиции Я где-то в каком-то У тебя же прочитал Опять же интервью Что ты чуть не потерял Компанию В 2014 году Когда сжег кучу денег Как раз на рост На маркетинг На вот это А инвесторы Денег не дали Это для нас вообще Очень нетипично Потому что мы Почти всю историю Вековеда были прибыльными И тут-то ты решил Развязать Да Был такой фонд Мангров Я обычно его имя не называл Хотя конечно У меня горело очень сильно Почему? Потому что этот фонд Он делал некий дью-дил Соответственно У нас подписался Термшит О условиях инвестиций И они просто говорят Типа мы такие Мы чуваки Мы за быстрый рост Давай Ускоряем Это не российский Это международный Люксибургский фонд Вот Давай типа Ты начинаешь Уже прямо сейчас тратить А мы тебе потом дадим То есть Потому что ты пока Время не терял Настолько важен это рынок Понятно Это нас еще сделало Более уязвимыми Но я человек простой Как бы сказали И начал тратить Ну и в итоге На самом деле Случился Крым Они испугались Они не закрыли сделку К этому времени У нас до этого же Конкуренты были За эту сделку Другие Калифорнийские фонды Которые готовы были вложиться А потом Когда у тебя сделка Не закрывается То Никто не хочет тебя брать Да То есть И Ну был такой Достаточно серьезный кризис Но мы в итоге Его преодолели А как? Ну начали меньше тратить То есть Мы все-таки компания Которая Я такой очень Насим Талибянский человек Да Это как ты формулируешь? В каком разрезе? Насим Талиб говорил Очень интересную вещь Про управление Просто он много чего говорил Да Вот фраза Которая меня очень хорошо Трогает То что У инвестора Должен быть Огромный аппетит Очень здоровый аппетит К риску Но при этом Абсолютно Аллергия К Риску Катастрофы То есть Ты должен постоянно Быть готовым По маленькому рисковать И это тебя развивает Но всегда выживать Потому что Риск смерти Ты Умирать человек один раз И вот это надо избегать Все остальное Там Пробовать Можно Ну то есть Собственно Ты избегал риска смерти Да У нас всегда компания Мэнджелс так Что у нас всегда был Какой-то план Б То есть Мы Никогда не уходили Настолько В какую-нибудь Бесприбыльность Я даже Не говорю Убытки Бесприбыльные Опыт Бутстрапера На ранней стадии Это такой Бутстрап ДНК Что мы Мне всегда важно А что если Я не могу Идти без плана Б То есть Если какой-то Я делаю переход Под парусом Или еще что-то То получается Если делать так Это вот так А если так А если это не получается То что я сделаю И я Не очень хорошо Делаю активности В которых плана Б Может не быть Я например Не прыгаю С парашютом Потому что Я знаю Это там два парашюта Говорят Два парашюта Но на мне всегда Оборудование В первый раз отказывает Всегда В любой активности Такой Как бы не знаю Там дайвинг Или еще что-то Всегда отказывает В первый раз Поэтому если я буду Прыгать с парашютом Это не коверит То что я с одним парашютом Буду прыгать сразу И тогда плана Б нет То есть тебе нужно Три парашюта Три парашюта Можно подумать о чем-то Ну то есть Это такая Стратегия избегания Рисков Всегда иметь запасной Запасной вариант Хотя говорят Да что предприниматели Они рискуют Любят рисковать На самом деле Мне кажется Они скорее думают Как Как обоить Уменьшить риск Ну как покерный игрок То есть Нужно очень четко понимать Риски Я когда кому-то говорю Например что Я люблю играть в покер Он говорит О ты наверное азартный человек Да я не азартный человек Покер вообще не про азарт Как раз если у кого-то Есть там сумасшедший азарт Если кто-то хочет Легких денег Там сорвать куш Ему нельзя играть в покер Он не умеет играть Покер не про это совершенно Это математика И отношения То есть как будто Анализ людей Там прочее Скажи пожалуйста А почему В результате Ты выбрал Снова иммиграцию То есть Я так понимаю Что твоя кипрская глава Закрылась Ты вернулся в Ульяновск Британия еще была Между Кипром и Ульяновском А Британия почему То есть Из Кипра я уехал в Британию Ну как Опять же Я же не слушаю людей Нифига Вначале Я не разговаривал с людьми Потом я людей не слушал А теперь с людьми разговариваю И слушаю их Это вот такой прогресс Британия была тем Что я разговаривал с людьми Но не слушал их То есть Мне все люди На Кипре же очень много британцев живут И когда я им сказал Что я вот хочу в Британию Типа переезд А почему хотел Вообще Почему хотел Ну потому что Кипр что-то не то Какая-то там Ну не такая страна Все неправильно А вот Британия Такая великая культура Там все так будет круто Они говорят Ты что Руслан Подумай Мы все приехали С Британии на Кипр А ты в обратную В обратную сторону Там ужасно Это несвободная страна Люди не понимают Что значит Несвободная страна И вот я примерно Так и говорил Я так про это и говорил Что-нибудь Несвободная страна Говорят Ну как Ну ты увидишь Они мне объясняли Сразу Вот мы сейчас едем На велосипедах по полю Ты думаешь Там сможешь ехать На велосипедах по полю Я говорю Ну найду Где на велике ездить Наверное Я в принципе не понимал То что Там в развитой стране В которой там Тысячи и тысячи лет Законов И большая концентрация Населения Там потом столько Правил наслаивается Что Коридоры становятся Очень узкими Ты вот например Там на машине В лес заехать не можешь Скорее всего Частная собственность Простая Ну да Но у тебя другого Варианта и нет Никакого То есть там Частная собственность На соответственно Все эти дорожки По полям Там прочее Прочее Ты очень сильно Ограничен Постоянно Это какое-то желание Воли Да У меня вот есть желание Воли 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 Это ведь чисто русское Понятие Спасибо за это слово Почему Потому что Я всегда пытался Это не свобода Это воля Воля Я как раз пытался Найти его То есть я пытался Объяснить То что понятие Свобода Очень разное И оно в разных странах Свое И вот мне свобода Многое не хватает На самом-то в США Тоже мне не хватает Воли А Россия Очень вольная страна Одна из самых Вольных стран Но при этом Совершенно не свободная Но вольная Не нормально Со свободой в России Хорошо Ты вернулся В Ульяновск Из Британии Ты там регистрировал Там компанию Я там хотел Сделать некий такой Сейлс Фронтенд офис Для Экскарта И понял Что я пока там Шасту все это делал У меня скоро Не будет продукта Который Я буду продавать Потому что Какие-то совершенно Катастрофические изменения Происходились В Экскарте Когда у тебя Приходит конкурент Как раз который Деньгами заваливает рынок И атакует тебя Снизу рынка Потому что Маджента на самом деле Они сейчас работают На суровый интерпрайз А заходили они С самого низа рынка Тоже Они как просто Бесплатный продукт Выкладывали Почему я как бесплатный Потому что Меня побили Бесплатным продуктом В прошлом Я понял Что вот От момента Что типа Ха Маджента До момента Когда бизнес уничтожается Там ну 2-3 года Буквально То есть ты вернулся Спасать Да Я вернулся Спасать Это получилось Родился Эквит Это было Одно из самых счастливых Творческих лет Моей жизни Счастливых вообще В самом разном отношении То есть я Это и путешествовал Такой Наслаждался Такой российской вольницей Строил интересные вещи Работал с интересными людьми Это было классно И был построен Эквит в процессе А Калифорния Потом родилась Уже в 14-м году Как реакция на Крым? Это В значительной степени Реакция на Крым Правильно Не правильно Скорее правильно Вообще очень интересно Многие люди думают Да вот я сейчас поеду В Силиконовую долину Строить бизнес Они совершенно не То есть совершенно У меня как-то работают Не построишь никакой Бизнес в Силиконовой долине Там никому там не нужно Давай-ка здесь Подробнее Нужно четко понять механику Кто-то прямо в Сан-Диего Переезжает Как Руслан Руслан четко знал Что он делает Руслан владелец актива США Я сейчас компанию В Дилавэре Зарегистрирую И у меня будет Американская компания Это так не работает В США То есть как вот Какие-то Типа мы на бумаге сделаем Это очень арахистская тема То есть все равно А офис Все равно будет в Москве А на бумаге будет В Дилавэре То есть компания Американская Ну предположим Как бы если У тебя там Дети ходят В американскую школу То есть всем видно Что ты пустил корни И тебя вот можно Взять за глотку Короче То что ты действительно Местная Ты никуда не смоешься Вот когда это видно То соответственно Как бы это значит Местная компания Местная значит Местная контроля Значит вписывается В местную экономику И значит плюс-минус К ней применимы Вот эти мультипликаторы И собственно Моя концепция очень простая Я просто взял И сменил мультипликатор На компании Вот и все А почему именно Сан-Диего А не тот же самый Пал Альто Просто Сан-Диего Ну это в принципе Такое достаточно Странное место Для стартапа Это так сказать Это хорошее место Для серфинга Прекрасное Я научился Серфить в процессе Сан-Диего был Ужасный выбор вначале Но прекрасный сейчас Из-за цен Ну просто У нас все равно Основная База России Была Получается Что в США Больше визитка Долина Это очень дорогая визитка Сайт-визитка Но если у тебя Малая часть Расходов на визитку То есть у тебя Как бы не 100 человек В долине А 5 предположим То тогда как раз уж Можно позволить Дорогую визитку И умножить Этой качественной визиткой Все остальное И поэтому нам Правильнее было бы В долине быть Но мы были не в долине Потому что Собственно чувак Который выбрал Для управления этим бизнесом Он Не жил в долине И говорит Типа Руслан Как насчет Интинитес Калифорнии Я В качестве офиса Я говорю Слушай Ну Тебя Выбрали В качестве главы Американского офиса Ты здесь Ты в долине Был и здесь И там Ты очень опытный Игзекистов Ты лучше меня знаешь В США И ты мне скажи Это правильное место В нашей компании Или нет Он говорит Правильное Зуб дает Обманул Обманул Наверное Преувеличение Сказать что Обманул Но и не сказать Что там Действительно Выбор был идеальный Проблема Южной Калифорнии В чем Меньше сетка А у нас бизнес Прежде всего был Бизнес девелопмент То есть Калифорнийский Для него как раз Сетка идеальна То есть Силиконовая долина Ты же В принципе Поучаствовал В таком Самом мощном Промо Кремниевой долины В российском Ютьюбе В фильме Дудя Вот В принципе Ты сам Как думаешь Вот это Ну как бы Долина Это Некое Преувеличение Или Как бы Действительно Это прямо Такая вот Соль Этого мира Стартапов Технологических Я это говорил Тогда И скажу еще раз Но сейчас Это уже Более очевидно Всем Долина Это идея Это не география И все люди Которые хотят В географию Ради этой идеи Это каркокульт Человек может Эту идею Иметь в том месте Находясь Где он Есть И его применять Да там Локация чуть поможет Но лишь чуть-чуть А помешает она Очень сильно Потому что Какая-то новая Локация Там есть свои вызовы И сейчас Это сильнее Заметно Почему? Потому что Народ из долины Стремительно разбежался Но при этом Долинская экосистема Она абсолютно есть То есть И я вот сейчас Могу сказать то Что мы безусловно Долинская компания У нас долинские инвесторы Какая-то общая такая Экосистема Совершенно долинская Подходы долинские При этом Люди могут Кто-то в Юте Кто-то в Аризоне Кто-то Там не знаю Вирджинии Кто-то в Денвере Кто-то в России Кто-то в Италии И так далее И так далее Я слышала Что вообще Пандемия Сильно поменяла Вот это отношение Инвесторов К тому Что они инвестируют Только в то Что находится В 50 милях От них И они могут Приехать в офис То есть Была такая культура На самом деле Долина центричная И в результате Пандемии Я сегодня вечером Ужинаю С партнером Фонда Морган Станели Expansion Capital Который у нас В Совете Директоров Обалденный мужик Пит Чанг Интересно Что у него бэкграун Это Северная Корея То есть Его семья Предыдущая Все они беженцы Да Уехали из Северной Кореи Так вот этот Пит Да не так просто Кстати уехать Из Северной Кореи Это не просто Сел там В самолет И уехать Это надо там Возможно В 50-е было проще Возможно Я не знаю Я не знаю Там историю Спрошу Но этот Пит Я его увижу Впервые Лично Они инвестировали То есть они инвестировали Не глядя То есть не то что Не только в Россию Не улетают Да они в Калифорнию Ко мне не съездили Потому что был жесткий Локдаун То есть Как раз в марте Когда были инвестиции Самый жесткий Локдаун в Калифорнии Был Удивительно Но мы Действительно Создали такое ощущение Что прямо Ощается как Супер друзья Абсолютная поддержка Это потрясающе Но при этом Мы не виделись Ни разу Я прочитала У тебя Какую достаточно Драматическую историю Про здоровье Про то Как ты заболел Внезапно Неожиданно Для себя Мне кажется Фаундеры Это такие люди На которых Все вихит Очень сильно И ты не можешь Ну на самом деле То что могут Фаундеры Не могут Все другие люди В компании Не могут Поэтому В Эквиде могут Это то что инвесторы Не понимают Они настолько Меня цепляются На самом деле Я ничего не делаю Командой Сейчас могут А вот в тот момент Когда ты понял Что ты Заболел В сочетании С бизнесом С ответственностью Как это Ну речь о РСА Да Ну вот ты написал Что ты вроде был Как бы Сильный физический Очень сильно развитый человек А потом Что-то случилось И ты не мог Там чашку А да Ну все Да Я понял Это РСА Это жесткая штука То есть Я не мог Клавишу нажать На компьютере Потому что Просто нажимаешь Это адская боль Совершенно И да То есть Когда берешь На там Вытянутую руку Какой-нибудь Электрочайник Ты не можешь Держать У тебя кисть Просто вот так Вот уходит Там В чем Что такое РСА Людям Которые Занимаются Компьютерами Лучше знать Всем Потому что Как сказал У меня один мой товарищ Что случается С лучшими Потому что Вопрос интенсивности работы Если вы интенсивно Работаете за компьютером Это не вопрос Будет или нет Вопрос когда Но также важный момент Что есть какие-то Более легкие симптомы Есть более сложные симптомы Если ловятся легкие симптомы То вы даже На самом деле Не понимаете Насколько это было опасно Но как только Зашли за какое-то Да Профессиональное заболевание Айтишим Продраммистов Секретарь Шпианистов Гольфистов Теннисистов И так далее И так далее Что такое RSI Это Repetitive strain injury То есть Просто Некая травма От постоянной нагрузки По-русски Часто называют Туннельным синдромом Что совершенно ошибочно Почему Потому что Что есть RSI Это Набор проблем С мышцами И суставами Которые Совершенно разные По своим медицинским названиям Совершенно Там Разные по форме Но У них одинаковые проявления Одинаковые причины И одинаковое лечение Поэтому Они называются Синдромом Потому что Тебе не нужно знать Какая конкретно Болечка Ты по-любому Делай вот это Как она накапливается Когда ты просто У нас вот эти мышцы Они не сделаны По то Чтобы Делать миллион движений Мы в природе Не делаем ничего Такого Однообразного Мы более Двигаемся Разнообразно И если делать Это очень много То Возникают проблемы Которые в начале маленькие Мы даже не чувствуем Какое там Жжение где-то Немножко Там еще что-то Ну и ладно И когда работающая Боль Потом возникает Такая боль Что работать невозможно Когда она возникла Решение примерно Полгода Решение такое Полгода мне работать Ого И у меня это был момент Когда я только что Поднял первый раунд инвестиций То есть я ожидаю Что сейчас будет ускорение А ты кнопку нажать не можешь Вовремя Ну это конечно жесть Вот поэтому Нужно следить за эргономикой Нужно понимать Что если определенные Там есть там Анемение в пальцах Там да Где-то там Боль в локте Жжение Здесь в суставе Что это какие-то Ранние симптомы Если они происходят То нужно следить за эргономикой Я уверен Сейчас на фоне Падемии Куча людей Эти проблемы массово Там Ну вот у меня в компании Там я думаю Речь идет о более чем Десяти людях И при этом я Понимаю Что все это будет Я проводил заранее Образовательную Какую-то компанию Да то что Ребята вы сейчас Работаете из дома Поэтому пожалуйста Никаких вот на диване С ноутбуком Вот так вот Потому что Там В чем суть У нас здесь есть Нервы Которые проходят И они понятны Что они в позвоночник И когда мы Вот так вот двигаем Они То ходят Легко и просто Когда у нас Некая такая эргономическая А когда мы делаем Руку вот так Тот же нерв Начинает ходить Натянут И он раздражается Больше И соответственно Ему это не нравится И поэтому Там очень важная эргономика Вообще будущая болезнь Болезнь будущего поколения Надеюсь что нет То есть потому что Это все совершенно Нормально менеджменты То есть А эргономикой Б там питьем воды Незлоупотреблением алкоголем Прекращением работы Когда Человек Чувствует эту боль Самое главное Что там Я хотел бы Не знаю Людям сказать Человечеству Где врачи на самом деле Часто подводят Это то что Понятно что противовоспалительные Убирают боль Понятно что их можно применять Не надо применять противовоспалительные Перед работой Нужно после работы Почему Потому что Когда мы их принимаем Перед работой То мы убрали сигнал Боль это хорошо Болит нам сигнал Как бы то что там Проблема есть Остановись Мы убрали сигнал И мы начали Все дальше повреждать И заходим все дальше И дальше Нам нужно будет больше Этих противовоспалительных Противовоспалительные Нужны после работы Которые как раз Все это как бы Весь звон тела Убирают Тебя как-то Вообще Эта история Чему-то научила Ментально В смысле В Более философском плане Что нужно как-то Давать себе отдых Какое-то Или не нужно все-таки Или Кодекс скептический Не сильно научила Главное Чему научила Как бы то что Все вещи нужно решать В зародыш А не когда они там Уже далеко зашли В философке На самом деле Я например Я очень люблю бег И у меня очень многие Знакомые Которые тоже любили бег Они перестали бегать Надеюсь Что мы не перестанем Будем бегать Нет Ползком по полу Ползком да А все перестали По причине У меня вот там Спина болит У меня то болит У меня тоже Все это болело Два варианта Есть Сдаться Типа то что А у меня от бега Болит спина А второй вариант Ну есть же люди Которые паразиты Бегают там до 70 Как они это делают А как Заходишь в гугл А как получается Что эти чуваки бегают И оказывается Что нужно делать разминку Какой-то эргономик И ты можешь Бегать Продолжать Потому что ты просто Раньше это неправильно делал Ты чинишь И продолжаешь И вот несколько моментов Таких были в жизни Когда тело дает сигнал То что это плохо И получается так далее А ты говоришь Нет я не согласен Как я все-таки могу Продолжать это делать И в итоге оказывается Что со временем Ты находишь эти способы Я думаю Раньше между мужиком Условно говоря в 40 лет И мужиком в 20-30 лет То что мужик в 20-30 лет Как бы он на самом деле Как бы какие-то вещи Вытаскивает там На таком На чистой молодости На самом деле Это не так круто Почему? Потому что он все равно Рано или поздно Там надломается Или еще что-то Там в 40 ты знаешь Что у тебя есть ограничения Какие-то тела Но ты даже знаешь Что их можно менеджить И когда ты четко Знаешь эти вещи Ты потом можешь С этим менеджментом Уйти на гораздо большие горизонты И это очень-очень круто Я надеюсь У меня еще достаточно много Будет активного времени С этим связано Вот эти деньги Вот эти деньги Которые ты привлек Морган Стэнли Это произошло Прямо в разгар пандемии Самой пандемии Там интересно Что мы подписали Термшит На самом деле В момент Когда ВИХ Это индекс Неуверенности рынка И индекс волатильности Был на абсолютном Историческом максимуме Если не Всех колбасило То есть И абсолютный исторический максимум Или как минимум Многолетний максимум Точно То есть Это была абсолютная паника На финансовых рынках Это конечно Очень жесткий экспириенс Был Почему? Потому что Сделки налево-направо Развалились У меня работают юристы А хорошие юристы Они чем интересны Потому что они видят Много сделок И могут тебе сказать Это рынок Это не рынок Это как бы Здесь тебя требуют Что они должны требовать Вот здесь ты можешь На компромисс пойти И это будет Не просто мнение Они действительно Сравнивают с остальными Такой бичмаркинг И вот Бичмаркинг Который я даже Не очень-то просил Но они как бы говорят Типа А мы можем На твоей сделке работать Я говорю Вы же заняты Бля У нас все остальные отменились Вот То есть И ты думаешь Окей Потому что Ну термшит Он же на самом деле Не обязывает В другую сторону Вложиться И мне было непонятно Закроется или нет Могут или не дать Да Мне было тяжело А план Б? План Б был тяжело Потому что у меня команда На самом деле Тогда уже как бы Говорила определенные вещи Про то что Руслан Ну что-то надо менять Как бы То есть нам Нужно выходить На финансируем Большими деньгами рост И быть готовым Интенсивно тратить И интенсивно расти Не похоже Чтобы мы сейчас Были готовы это делать И поэтому То есть Нам нужна Инвест-сделка И как бы не факт То есть У меня часть команды Говорила Более агрессивного То есть если С этого не будет То все А часть команды Которую я Не хотел вытерять Совершенно Ну по счастью Сделка закрылась На самом деле И действительно Гораздо более Агрессивный подход К вложениям На нас Крайне положительно Повлиял Оказалось мы Сильно не дооценили Свою собственную Юнит-экономику То есть у нас Рост ускорился Да Ста процентов Год в году И при этом Как ни странно Мы почти Не потеряли В прибыльности То есть мы были Прибыльными И сейчас мы такие Почти прибыльные А вот с пандемией Тут на самом деле Не до конца понятно Ведь малый и средний бизнес Это те Кто пострадали больше всего С одной стороны С другой стороны С другой стороны Они Вот переход в онлайн Понятно Давал всем шанс Все кто мог Перейти в онлайн Все выиграли При этом Вы как-то выросли В три раза Да Ну не в три В два Два раза выросли У нас рост Безо всяких Пандемии Ускорялся Прям Год То есть Обратная динамика От типичного стартапа Типичный стартап Чем крупнее становится Тем медленнее растет То есть ты не можешь На больших объемах Сохранять Прошлую скорость роста У нас наоборот У нас было ускорение Все больше И больше И больше Потому что мы экосистема И там дальше Такие всякие Нетворк эффекты Включаются уже И да Мы ускорились до этого Тут ускорились Еще быстрее Да Малые бизнесы Очень сильно пострадали И нам нужно было Там их спасать Защищать Там мы Малые бизнесы То есть мы Многие вещи Просто сделали Бесплатными на год То есть За какие-то За ряд функционалов Для ресторан Мы в принципе Весь 20-й год Мы вообще денег не берем То есть то что Рост 100% Это с учетом За целую кучу функционалов Мы вообще В принципе Отказались брать деньги Когда ты говоришь Рост 100% Это 100% в деньгах В деньгах Там плюс-минус Почти любая метрика Одинаковая То есть как бы У нас там В деньгах В аккаунтах В обороте Внутри магазинов То есть В аккаунтах Чуть-чуть медленнее Чем в деньгах Потому что Мы конечно Много что-то А в аккаунтах Медленнее Чем в деньгах Да Но потому что У нас там Другие части выручки Выстреливают Там интеракционная выручка Очень сильно выстреливает Мне все очень просто Мне нужно победить На этом рынке Что меня приведет Это отдельно Как бы То есть 100-150 миллионов долларов В раунд Инвестиции Какой-то Например Каббедат У нас абсолютно Все топовые фонды мира Вот Подряд Будет скорее Сюрпризом Если какой-то из них К нам не приходил И не предлагал денег Чем сюрпризом Что приходило Там всякие Не знаю ККР Софтбанк Инсайт И так далее Там Юнеймит Все эти имена 150-200 миллионов Это уже оценка 100-150 Нет Не оценка Это мир раунд Я понимаю Это значит С такими инвестициями Это уже оценка Компании за миллиард Ну мы не будем В сторону оценки Идти Как правило Оценка компаний Это некий Мультипликатор Размер раунда Это действительно так Это кстати То чего не понимал Например С тем же Сергеем Белоусовым На ранней стадии Я только хотел Поднять 500 тысяч Мне не нужно было больше Мы договорились О оценке В всех условиях И он говорит Руслан Тебе 500 тысяч Будет мало Возьми полтора миллиона Я так Да нет 500 тысяч нормально Не понимаешь Возьми полтора миллиона Ну ладно Возьми полтора миллиона Я чего не понимал То что инвестор Всегда получает Плюс-минус Ту же самую долю У тебя А размер раунда По сути Определяет твою оценку И соответственно Когда тебе инвестор Говорит Что он уже не 500 тысяч А полтора миллиона Значит он хочет Больше твоей компании А это значит Что оценка должна была Ну если может Не пропорционально Вырасти Но она должна была Значительно вырасти В этом То есть ты дешево отдал Да Я размылся конечно Сильнее гораздо На рунском раунде Но зато у меня Были правильные люди То есть На самом деле С кем сделка Гораздо важнее Чем какая сделка Ну Смотря С кем ты собираешься Потом делать сделки Те же нужно Чтобы еще дальше Делать эти сделки Вот Тогда вообще прекрасно Потому что Чем меньше оценка Тем лучше для будущих Сделок Потому что Ты никогда не придешь В тупик Собственно говоря Многие компании Попадали в большие Ну Uber В итоге Они все равно Публичные Плюс-минус все нормально Как бы оно не играло Там все будет хорошо Но Кстати тот же Иван Например Про это рассказывал Но это частый феномен Когда компания Поднимает деньги По слишком большой оценке Они потом не могут Привлечь следующий раунд И там умирают И там всякие Разные негативные вещи Происходят Ну да Денег Денег Это вот Многие стартаперы Не понимают То что Продаваться нужно По максимальной оценке А вот Инвестиции получать Не факт Что По максимальной оценке Потому что Это в общем-то Не совсем То сколько у тебя есть Скорее Сколько ты должен На самом деле Ну то есть Конечно не буквально Но Размер твоей оценки На эвестраунде Сдает ожидания Ну ты должен Вырасти на эту сумму Ты должен Твой бизнес Не только на эту Там еще потом Как минимум Раза в три больше На самом деле Ты должен все время Показывать Гнать 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 Что ты крутой И там Компания растет Ты сказал Что в принципе Для того чтобы вырасти И стать там Номер один Готов Ну практически На все Продать компанию Привлечь больше денег Абсолютно так А можешь Объяснить Как бы поподробнее Здесь Вот как бы Какая цель Что значит Вот этот номер один Ну всегда же Найдется кто-то Кто там подпирает Или Или там Можно бодаться Один-два И так далее Ну то есть И что это за такая Цель Что ты готов Отказаться От компании Которую ты построил Ради того Чтобы она была первой Ради этой компании Потому что Ну это же не один я Это люди Которые То есть Я со многими моими людьми Работаю Ну практически Всю их жизнь И для меня Это вся моя Профессиональная карьера Это e-commerce Не важно Там в этой компании В компании Которая предшествует Но это плюс-минус Все равно Некое одно дерево И его там Ветки и листья И эти люди Они там Вместе со мной Идут по жизни Я хочу чтобы они победили То есть Эти люди заслуживают победы А победа Очень простая у нас Мы цель задали сразу Это Самое массовое решение E-commerce на свете Одна простая метрика Количество магазинов На платформе Все-таки пятый Это не первый И задача Чтобы эта команда Достигла успеха Который они заслуживают Потому что на самом-то деле А если будет Например третий Ну третий Это неплохо Второй еще лучше А первая Эта цель достигнута Я разделяю Вот успех бизнеса Команды Как бронда Клиентов Эквида И какие-то Мою шапку Владельца акций И мой финансовый успех Это Мне важно и то и другое Все три разных человека Да Это разные компоненты И Мне важно Безусловно Чтобы Эквида Просто победил Как продукт Как команда Но он прекрасно Может сделать Не только в моих руках Он может сделать После МНС Какой-то другой компании В руках Private Active Fond Публично на рынке Не важно Важно конечно Что ресурсы нужны Поэтому нужно привлекать Инвестиции И так далее И так далее И есть Мои акции По поводу моих акций У меня очень простое отношение Мне важно По покерному Максимум Экспектед валют Максимальное мат ожидания С этих денег А мат ожидания От чего может зависеть Я считаю Что я пока не буду продавать Я буду растить И потом заработаю Больше денег Хорошо Положительным от ожидать Вот Или там Кто-то может Например Бывает такое Что некий покупатель Приходит и говорит Как бы то что Руслан мы сейчас тебе дадим Столько Сколько тебе нужно будет Три года еще расти Чтобы столько заработать Мы тебе прямо сейчас дадим Только продайся Вот И там Ну конечно можно поговорить И даже С некоторым бывает Такое говорится Что ты делать-то будешь Ты молодой еще человек Тебе 40 лет У меня есть такая терапия У меня есть Специстная книжка В которой я пишу Идеи бизнесов Для чего я их пишу Потому что бывает Настолько соблазнительные идеи Которые невозможно не делать А в целом Есть куча людей Которые бегают Как вы мне делать идею Для своего стартапа Да никакую То есть Если ты придумываешь идею Тебе не нужно ничего делать вообще Наоборот Приходит идея Которая Ты не можешь ее не делать Она просто тебя взяла За жабры За жабры Делай и все И вот тогда нужно делать Но конечно я это не делаю Почему? Потому что Есть конкретный бизнес Который нужно развивать А нельзя Два нельзя делать? Как Маск делает Джек Дорси делает Маск делает Но я не Осидор На самом деле Я просто Я про себя знаю Что как раз я склонен К тому Чтобы распараллеливать И более того Я какое-то время Там у меня и X-карта И X-карта То есть У меня были параллели Я очень рано Когда-то выбрал Все-таки одно дело Когда я отказался От телеком-компании Которая у меня выстреливала И пошел в сторону X-карта И это работает хорошо Но я зная свой склон Я должен себя сильно бить По рукам Чтобы не делать Две вещи Это Такая поправка Конечно бывает В процессе То, что ты записал Такой блокнот И что тебе очень интересно Делать эту штуку А потом видишь Что кто-то другой Начинает это делать Это обидно То есть на самом деле Не один раз в жизни Приходят вот эти идеи Если тебе уже приходят То придет пятое Двадцатое Все равно найдешь Это страшно очень На самом деле Страшно что У меня был какой-то момент Такого кризиса Вдруг кончатся они Да Когда X-карт Например Начал там немножко Уменьшаться В своей скорости роста Я начинал думать Что мне на самом деле Просто повезло То, что я здесь встретил Вот этих людей То, что Такой рынок труда Удивительный был В Ульяновске В этот момент Что больше не смогут Сделать так Да То, что На рынке e-commerce Не было никаких предложений Поэтому готовы были Пусть каких-то сумасшедших русских Вот Я в том что думаю Мы по-английски толком не говорили Как они у нас заказывали Как они нас не боялись Банально Это же критическая бизнес-функция На самом деле То есть это e-commerce Там номера кредиток Там и так далее То есть как они нас пускали туда Вообще непонятно Ну вот оно запустилось Я потом думаю Что второго такого момента не будет И мне не получится Второй раз это сделать Были эти страхи Потом где-то с этим уже пропали Потому что я понял Что я могу второй раз сделать С лайфхакером Там они как бы пропали Еще сильнее Почему? Потому что я вижу Что компания действительно Там вроде как инвестировала И не зря И какие-то компетенции есть И вроде помог там тоже Расти Сейчас кстати у лайфхакера Есть такое там Не знаю Как бы Дитё, не дитё И вот там Палиндром Какой проект Который Они делают Корпоративные блоги Заказ Как бы Да Тоже То есть Вот Просто бум И взлетает компания И когда я вижу Что это системно То есть Раз, два, три Хотя это точно Ручной труд При всём там Да Это каждый раз Там креатив Креатив Это не платформа Это не платформа Совершенно Ну там Учительно Чуть сложнее Потому что Есть как бы Некие такие Экспертизы Которые скелятся Да И потом можно Раскатывать Общие технологии По всему этому Хозяйству И по сути Это как скорее Подписной бизнес Такой СААС Вот Ну и в целом Вообще Скелить то Что не скелится Это очень круто И на самом деле Меня это вдохновляет Многие люди Не готовы инвестировать То что не скелиться Они хотят Просто какую-то Программу написать И всё А вообще инвестиции В лайфхакер С какой стати Тебя это привлекло Просто потому что Ребята из Ульяновска Вообще Мое фундаментальное убеждение То что Самые лучшие инвестиции Это в людей Которым там Просто Просто классные люди И отношения Прилят на наши Качества жизни В очень многих Разах И был такой Очень классный чувак Сергей Булаев Серийный предприниматель Из Ульяновска С которым мы там Много пересекались Собственно с ним Мы сделали эту тусовку Ульяновскую Уллкэмп Который там Пляж на IT-конференце Там 3000 человек Каждый лет приезжает Я люблю концы Я люблю Уллкэмп Если вы в IT-индустрии Нельзя не приезжать Потому что Тут как раз Все люди Нужно всех знать Если вы хотите В IT-индустрии То Тоже просто нужно Обязательно Домой вкус Хотя Я может предвзят Я создал Самая крутая Технологическая конференция В России Почему? Потому что Когда ты В формате Не то что без галстука Без трусов Ну хорошо в трусах Но тем не менее Это совсем другой уровень доверия И легкости И плюс Для местных Понятно Что это очень интересно Потому что Они все туда Собрались На этом Большой фестиваль А для неместных Прикольно То что уехал Куда-то В тему туракане На пляже Тусишь Это эффект То что От всех Спрятался И одновременно Среди людей Он создает Другой уровень доверия В этот Основатели MySQL Привозили Самые разные Миллиардеры На пляжу С ульяновскими Студентами Водку пьют Суть в том Что Сергей Он просто Очень интересный Человек Он много что делал А тогда Он разводился И ему просто Нужно было Все очень цивилизованно Закрыть Со своей Предыдущей супругой Ему нужны были деньги Он к ней пришел Говорит Руслан Давай я тебе продам Долю компании А мне было очень интересно Смотрим Как у них все выстрелят У меня ребята были Очень интересные Мне интересно было В этом поучаствовать Просто медиа такое Стремное Абсолютно так Меня тоже смущало Но у них оно все Вот так росло И там показывало Прибыльность При этом Что кстати В российской медиа Это практически не бывает Это сразу же юникорн То есть только Прибыльный уже юникорн Да И он Он пришел Как бы А я ему давай рассказывать Про там Ну Крым То да сио Он просто Оправедной дисциплины Я решил как бы То что больше Вот определенного Я не буду инвестировать Но поскольку Он в итоге Согласился По той оценке По которой я хотел Мои инвестиции взять С условием Что я буду в Совет директоров То я зашел В Совет директоров Это Обалденный клуб людей Мы сейчас с ними делаем Палиндром С теми же самыми людьми Просто там Там можно доплачивать Чтобы делать это Потому что просто люди Такие интересные Ну и тоже да Интересный был опыт Как другие компании работают А почему продал? Хорошие деньги Хорошее время Все хорошо Как бы То есть нужно было продавать Ну и плюс Про деньги можешь рассказать? Нет Не могу Хорошие Там просто момент еще Такой Я никогда этого не понимал Насколько Америка Местечковое место То есть Бизнесом вне США И США Владеть очень сложно Очень сложно Потому что Здесь такие специфические Налоговые требования Что у тебя При определенных критериях Должна Например Вся отчетность Рахистского бизнеса Это кстати Такая Трамповская Тема Называется Как Гилти Ты должен Брать всю Отчетность Русского бизнеса Которая не писалась По стандарту USGAAP Переводить По стандарту USGAAP Что для маленького Стартапа Это может просто Того не стоить Там у тебя там Стартап с выручкой Я не говорю Про конкретную компанию Да Но то есть На ранней стадии Он может там 10 тысяч долларов Выручить И всего А ты там На 100 тысяч долларов Налоговых юристов Привлекаешь Чтобы его там 10 тысяч долларов Расписать По стандарту USGAAP Это очень болезненно Всем уникальным владеть Но ты должен Такой комплаенс Руслан В марте Мы с тобой разговаривали С тех пор Тебя можно поздравить Ты продал компанию Lightspeed За 500 миллионов долларов И в нашем интервью Ты говорил Что твоя главная цель Это сделать Яквит Первым Конструктором Для интернет-магазинов Платформой Для интернет-магазинов Скажи Эта сделка Сделана именно С этой целью Чтобы стать первым С помощью объединения Да Спасибо большое За поздравление Ну как Пока еще не продано У нас просто Подписано соглашение Но сделка не закрыта То есть Это все равно Какой-то Процесс Но да Собственно Мотивация того Для чего Все это делается Это часть нашего Большого пути Для того Чтобы быть Самой массовой платформой Электронной коммерции В мире Это такой Правильный союз Потому что В общем-то С разных направлений Они идут С оффлайн мира Мы идем С онлайн мира И то есть Таким образом Возьмем Этих товарищей Шипифая В кольцо И это просто Очень такой Правильный Стратегический Маневр Для победы В этом спейсе Эквит дальше Будет развиваться Как Отдельная платформа Или он Вообще Поменяет название На Лайтспид И будет Как часть Уже Другой компании Эквит будет развиваться Ну собственно Дальше Как он и развивался То есть Мы платформа Онлайн-томерции И мы Будем только Больше ресурсов Вкладывать в развитие Той самой платформы Мы на самом деле В процессе этой сделки Сохраняем Практически 100% персонала И не только Сохраняем Но мы очень активно Нанимаем Продолжаем нанимать Мы нанимаем В Питере людей Нанимаем В Ульяновске В Самаре В Владивостоке Собственно По всей стране Нанимаем Потому что Удаленно Тоже Можно в Эквит Работать То есть Мы вкладываемся В это Больше Больше Мы растим Ту самую платформу Для тех самых Клиентов Но в дополнение К этому Есть еще Возможности Лайтспид Которые идут Из мира Офлайн коммерции Мы даем Возможность Для того Чтобы бизнес Мог быть автоматизирован И там И там Полностью синхронизован Потому что В мире будущего Нет онлайн и офлайн коммерции Есть только одна коммерция Которая должна работать По всем каналам И если эти каналы Синхронизированы То просто бизнес Гораздо проще вести В итоге Когда мы сейчас Суммируем Получается Единая платформа Для коммерции В целом Но Это на самом деле Не значит Что На Эквит Нельзя будет делать Чисто онлайн бизнес То есть Кто хочет делать Чисто онлайн Пожалуйста Можно пользоваться Тем самым продуктом Который есть сейчас Который будет только развиваться Он будет только сильнее А Бранд Ну с брендом Нужно понять Что будет То есть Вообще Бранд это интересно У меня Одна из вещей Которые Вообще Перевернули Мое представление Про брендирование Это фраза Которая говорит Что Бранд Это экспириенс Который вы создаете А не просто Ваш логотип везде Главное Это экспириенс Который мы создаем А какой значок На нее весим Ну мы с этим разберемся Это вполне возможно И очень долго Или даже всегда Будет Значок Эквит Возможно Это будут Значки Эквит И Лайтспид Может быть Это будет Только Лайтспид Со временем И если посмотреть На предыдущие Покупки Лайтспида Они как правило Использовали Везде Один бренд Потому что Они строят Одну большую платформу Но что будет С Эквитом Мы посмотрим Я правильно понял Вот сейчас Уже Готовились К этому интервью Что Эквит По сути Это e-commerce widget Сокращение От e-commerce widget Да Да Великая идея была В том Что Эквит Это e-commerce widgets И то Что в итоге Там всего Пять букв Очень легко Набирать и печатать Но на самом деле Ими так себе Ими так себе Если признаться По множеству причин Потому что Нам например Эквит Произносить легко А Американцам Не очень Они как бы думают Это e-commerce widget Им непонятно Как это делать Аббревиатура Да E-commerce widgets В этом идея То есть Виджет Электронной коммерции Вообще В целом Это Такой Типичный кейс Когда Технарь Называет компанию А я технарь То есть Когда ты Пляшешь В своем названии Компании От технологии А не От ценности Для клиентов Если бы мы Плясали о ценности Для клиентов Собственно Что мы сейчас и делаем То есть Если у нас Какой-то Более современный Слоган Эквита Это Время продавать В интернете Сейчас Гораздо Лучше Гораздо Понятнее Людям И про то Что люди Пытаются Достигнуть А не про технологию Которая Позволяет Им это сделать Хотел спросить Лично Про твои Планы В связи С продажей Как долго Ты будешь Продолжать Развивать Именно Эквит Внутри Лайтспида Может быть Что ты можешь Рассказать Что у вас Подписано Какие договоренности Или у тебя Есть может быть Какой-то план По выходу Через какой-то Конкретный Период Ну я же Совсем Строго говоря Не продал Почему Потому что В сделке Большое количество Акций И Акции Они Были акции Эквита Потом акции Публичной Компании У меня Раньше были Акции Сейчас акции Я Перехожу На роль General Manager Of E-commerce В Эту Публичную Компанию А что такое Эквит Эквит Это E-commerce Поэтому Получается Вот Все то Чем Эквит Было Раньше Оно Продолжает Существовать И Развиваться И Я В этой Новой Роли Как раз Этим Сам И управляю Плюс Другими Усилиями В области Онлайн Коммерции Поэтому Для меня Это Просто Продолжение Пути То есть Просто Меньший Кусочек Но Больший В Сумме Компании Понятно Что Она Публично Торгуется На бирже Понятно Что Как В Сделки Прошлого Года Инвесторы Продали Понятно Что Сотрудники Хорошо Заработают Вот Но Я Работал И Продолжаю Работать То есть Для меня Это Не является Каким-то Финишем Для меня Является Просто Одной Из Точек На Большом Пути Ты можешь Сказать Какой Какой У тебя Был Мультиплай Эффект Это Все Есть В Публичном Релизе Почему Потому Что Там В Публичном Релизе У нас Указана Выручка За 20 Год В 20 Миллионов Долларов И Там Общая Оценка 500 Поэтому Математика Очень Простая Мультипл 25 Но Понятно Что Это Мультипл 25 За Прошлый Год Сейчас Конечно Мультипл Другой Потому Что Мы Подросли Ты Удовлетворен Этой Сделкой 500 Миллионов Это Достаточно Это То Чего Ты Хотел То Чего Ты Ожидал Счастье У тебя Какое Появилось Очень Крутая Сделка Конечно Мой Совет Директоров Сказал Руслан Ты Пойми Что Воронка Сужается Не Все Компании Когда-либо Переваливают За Один Миллион Доллар Оборота Не Все Компании Вообще Какой-то Продукт Выводят На Рынок То У тебя Каждый раз Все делится На 100 Делится Поэтому По Вероятности Исхода Ты Должен Понимать Что Это Эквивалент В Спорте Олимпийской Золотой Медали Ништяк Расти Развивайся Для Меня Это Сделка Но Это Вопрос Не Просто Каких-то Хороших Денег Для Меня Вопрос В том Что Просто Партнеры Очень Правильные Для Того Чтобы Нам Победить На Следующем Уровне Вместе То Есть Лайт Спид Я Когда С ними Общался На ранних Этапах Сделки У меня Было Ощение Что Я Говорю Эквит Канада Они Культурно Очень Близки А Это Значит Что Интеграционные Риски Будут Сильно Меньше И Плюс Они Такой Серийный Покупатель Немного Компаний Купили И Я Просто По своей Сетке Там Выяснял Что С этими Компаниями Произошло Я Вижу Что Сотрудники Счастливы Я Вижу Что Интеграция Произошла Круто Что Итоговый Продукт Развился Вышел На Следующий Уровень И Поскольку Эти люди Делали Это Много Раз Они Четко Понимают Как Ощущение Что Я Что Завершил Почему Потому Что На самом Деле Как В Предыдущих Сделках У У Ну Да Дальше Следующий Шаг Потому Что У У Меня Путь Постоянно Продолжается И В И Я Никогда Не Продаю Окончательно Я Иду Вперед Это Какой То Неразменный Рубль Условно Говоря Есть Предприниматели Которые Читают Книги Есть Предприниматели Которые Книг Не Читают Это Прямо Вот Такое Принципиальное Из Принципа Вот Например Сергей Николаевич Галицкий Говорит Я Из Книг Ничего Не Узнаю Про Предпринимательство Я Живу Свою Жизнь Ты Не Должен Свою Естество Подавлять Чтениями Других Историй Успеха Потому Что Ты Тогда Не Добьешь Сам Этого Успеха И Это Будет Не Твой Успех Это Будет Какая Калькированная История Многих Людей Что Ты Посмотрел Вот Сюда Сделал Здесь Вот Так Сделал Здесь Вот Так Ты Должен Свою Жизнь Сам Чувствовать Сам Жить И Тогда То Что Добьешь Она Будет Уникальна Я Это Считываю Так Как Мой Опыт Только Это Только Мой Опыт Невозможно Его Повторить И Невозможно Ни у Кого Ничего Взять Потому Что Это Ну Как Б Каждый Случай Особенный Насколько Я Понимаю Ты Книги Очень Читаешь Обильно Цитируешь Много Заимствуешь И Много Об этом Пишешь Вот Может Ты Посоветуешь Какие-то Три Книги Или Назовешь Три Книги Которые Фундаментально Сформировали Какое-то Твое Мировоззрение Как Притим Наверное Вопрос Другой Чем Просто Какие-то Книги Потому Что Когда Я Советую Книги Часто Недавние Какие-то Книги Которые Читал А Которые На меня Повлияли Я Вообще Удивился Я Понял Что Книги Которые Читал Рано Они Позже Оказались Супер Мировыми Бестселлерами Но Тогда Я Не Знал Что Это Сокровище Что Это Абсолют Что То Что Для меня Является Неотъемлемой Частью Того Как Я Делаю Бизнес Когда-то Под Дудку Таланта Классная Книжка Потом Что Еще Из Такого Good To Great Это Сейчас Очевидно Это Такой Бестселлер Классика Но Когда Я Прочитал Она Была Новенькой И на Меня Очень Сильно Повлияло Вначале Кто Потом Что Делать Бизнес Правильными Людьми Не Важно Какой Горазно Важнее Чем Людей Набирать Какие-то Роли Что Такое Правильное Людь Это Рейдалио Потом Подробнее Раскрыл У себя Он Говорит Третья Кишка Видео Кстати Принципы Рейдалио Очень Советую Рейдалио Сказал Следующее То Что Не Нанимай Людей Для Задачи Нанимай Людей Которыми Ты Хотел Провести Жизнь А Не Готов Человек Жизнь Провести Ну Не Нанимай Вообще Это Высокая В каком Смысле Что Ты Не Всегда Можешь Позволить Себе Тех Людей Всегда Наоборот Это Работает Наоборот То Это Пускай Кто-то Кто Весь Мир Захватил Он Может Позволить Идиотов Нанимать А Если Только Планируешь Если Ты Маленький Ты Чтобы Прорваться Проблема Этого Мира На самом деле Как Библейская Фраза Тем У кого Есть Все Будет Отнята Я Может Переврал Фразу Но Смысл Такой И Маленьким Тяжелее Всего И Чтоб Через Прорваться Нужно На самом Деле Иметь Стандарты Выше Чем Остальные И Под эти Стандарты Можно Нанимать Недооцененных Людей Конечно Будет Сложнее Но Тут Есть Магия Фаундера И Нужно Натефицировать Какие У людей Есть Устремления Где Он Делал Прорыв В каких-то Других Областях Может Не в той В которой Сейчас Можно Нанимать Более того Когда Делаешь Такие Нави Потом Становится Жить Проще А не Наоборот Я понял Что у меня В России Каждый человек Который приходил В Эквит Он понимал Что он приходит В абсолютно Особенную Компанию И это Было частью Ожиданий И к людям Тоже Когда про нас Говорят Кто-то Что мы Секта Кстати Про Рэя Далио Тоже Как бы Я так Ник Это для меня Комплимент Потому что Не для всех Есть определенные Ценности Есть определенная Такая страсть Не хочешь быть Частью этого Хорошо не будет Это нормально Но вот Это действительно Очень особая вещь Которую мы делаем С особой энергией С особыми Ценностями роста Развития И так далее И так далее Которые требуют Большого вовлечения А как Как ты подбираешь Вот так людей То есть Какие-то Ты же не можешь Всех лично собеседовать Да Но вот американцы Не были сектантами Я в какое-то время Чтобы все хозяйство Конвертировать Я собеседовал Лично Лично То есть Я сказал это следующее Как бы то что Я Каждый найм Неважна большая Маленькая роль в США Поскольку я вижу Что культуру нужно Рисоткнуть Каждый найм Я лично провожу В России нет В США да Сейчас уже Я начинаю все это отпускать Потому что культура Действительно классная У меня получилось Все перестроить Я этим очень горжусь То есть Не один раз была создана Культура Несколько раз На самом деле Отпущенную культуру А в США была Отпущена Вернуть в правильное русло Гораздо сложнее Получилось это сделать А ты какие-то Ключевые вопросы задаешь? Я почти не Интервьюирую По экспертизе вообще Я интервью На любопытство Например Как ни странно На математику Но это просто Чтобы был Некий общий знаменатель Как мы думаем Чтобы человек Какими-то моделями мира Мог понимать На математику? На математику То есть У меня есть Такие там Клазаратные уравнения Заставляешь решение Это базовая арифметика Но которую многие люди Ошибаются Это эквивалент Олимпиадных задач По математике Для самых маленьких То есть Они не требуют Поэтому в итоге Ничего кроме базовая арифметика Задачи до пятого класса Вот Но Они требуют Понимания того Что математика Это лишь модель Физического мира И Некий бридж между Этими двумя вещами Ну и потом конечно Я уже Когда вижу Что люди начали нормально Нанимать в США Я говорю Ладно Если я Три раза подряд Твой наем одобрил К каждому какому-то руководителю Дальше можешь ко мне Не приходить за одобрением Но пока-то Три раза подряд Я не одобрил Каждого своего чувака Приводишь мне всех Про предпринимательство Вот Ты же отказывался От наемной работы Я читала где-то Что Там мы от больших денег Достаточно От переездов Там в Москву А вот Неудивительно Разница Нет После вообще Всего услышанного То есть вопрос Почему У меня не возникает По-моему Но ты вот Такой Как-то сказать Прирожденный Такой Нейтив Вот Ну Нативный Предприниматель Но вопрос Предпринимателями Рождаются Или становятся И вообще Это для всех Или не для всех Можно ли переходить Оттуда Туда Туда Сюда Это не для всех Не нужно Это пропагандировать Совершенно Не знаю Мне кажется Нужно Просто я считаю Что Нужно Но не надо Врать Тут момент Какой То что Кто-то Кому Нужен Толчок Чтобы он Начал Если на ранней стадии Его нужно Поталкивать Там потом Такая жесть Начинается Что Человек Не справится Поэтому Лучше Его туда не запихивать Но Я при этом считаю Что предпринимательство Абсолютно Это развиваемый Скилл И когда я говорю Что нет Для всех Каждый Может им стать При этом Просто Некоторым Для этого Нужно Будет Очень много Усилий И большой Путь Просто Мы проходим По жизни Какие-то Наборы Экспириенсов И кстати Родители Могут Для своих детей Эти экспириенсы Синтезировать То есть Можно осознать Какие там Нужны Экспириенсы Для создания Предпринимателя И в принципе Сделать человека Предпринимателем Но если так получилось Что пока вы росли И у вас Не было этих Экспириенсов То наверное Этот набор Просто нужно будет Дольше Нагонять Ну Нужна там Некая толерантность К риску Нужно там Не бояться Провалов Нужно Уметь продавать Да Нужно Иметь свои убеждения Которые отличаются От всех остальных людей И делать так Как ты хочешь И считаешь правильно Не как остальные делают Я в целом считаю Что современное общество Проблема в чем В том что Оно защищает Детишечек От Ранних опытов А на самом деле В раннем опыте Это все менее Больно И в итоге Потом человек ошибается Позже И сильно больнее То есть Я например Совершал кучу ошибок С покупкой недвижимости С наймом людей И так далее Но я их совершал В том возрасте В котором большинство людей Не покупают недвижимость Не нанимают людей И так далее И так далее Поэтому условно В 30 у меня уже было Больше 10 лет опыта А в 40 Этого опыта столько Сколько там У некоторых В 50-60 Вот И Но тогда не детишечек А и взросленьких Тоже ограждает Не надо Не надо ограждать Лучше Понемножку ошибаться Пораньше И тогда Потом проще Жизнь будет в будущем Я считаю Что вообще там Вся система высшего образования В современной форме Как она сделана Она существует По одной простой причине Потому что родители Могут позволить Держать ребеночка Чадушку с собой Рядом дольше И создают Экспириенс При котором У них есть Экскьюз Это делать Так это наоборот Это так сказать Это такой Зо, что в Америке Называется Childcare Это ты отдаешь Ну грубо говоря Школы Это передержка Ты отдаешь Ну как бы детей Они там Ну что-то делают Отдаешь Но очень важно Что ты при этом Не отдаешь им Независимость То есть условно говоря Если у тебя вот этот же Оболтус слонялся В это время по улицам Как я слонялся Я же не учился вообще Я прогулял там Не только в вуз Я по-моему В 11 классе Был на двух занятиях По математике Хотя у меня с математикой Было отлично Но я был на двух занятиях Поэтому был на двух Если было не очень Может был бы чаще Английский почти Весь прогулял Хотя английский у меня Тоже был хороший Там Я так Черчение прогулял Сто процентов Ну и так далее То есть Вот я В школу практически Не ходил Класса где-то Шестого-седьмого И я считаю Что таким образом Я избежал Институтов опрессии И сохранил Свободу мышления Но одновременно Как бы Нужно же было Как-то вписываться И поэтому механизмы Того что вписываться Тоже остались Ну понимаешь Люди разные У тебя есть стержень Кто-то бы болтался И там Я не знаю Выбрал бы другую стезю Совсем не предпринимательскую Какую-нибудь хрену Ты сказал И потом обещал К этому вернуться Что Америка Не свободная страна Я согласен Что Россия Страна воли Но не страна свободы Потому что Свобода Это мне кажется Как раз про правила Правила могут давать свободу Могут ее забирать Зависит от Разным людям Нужна свобода В разном То есть в Америке Например Свобода Это свобода В рамках Какого-то Сформулированного Кодекса Делать Любой бизнес Но при этом Этот кодекс Может быть абсолютно Подавляющим И человек из России Может шокировать Я считаю Что Америка На самом деле Это страна Потрясающего Феноменального маркетинга И пиара Которая свою культуру Продает Во все страны мира Почему Россия Использует слово Афроамериканец Совершенно вслепую Как бы Какой-то человек Который может Никогда в жизни Не жил Ни в Африке Ни в Америке И ему скажут Афроамериканец Не думая совершенно Почему Потому что Берется Копируется Американская культура И использует слова Без понимания Культурного контекста Который в этой стране есть Потому что Америка Это такая пиар-машина И один из экспортов США Это свобода Свобода В концепции того Что США Свободная страна The land of the free And the brave А вот ничего подобного США Это не страна Свободных И смелых Это страна Юристов США была Страной Свободных И смелых Это безусловно Это легенда Не на пустом месте Это ДНК США Но к сожалению Вот за слоями Слоями Юридической Какой-то защиты Все это Хозяйство Уже давно Утонуло И США Не свободная Страна Россия В которой я Взрослел Страна В 90-х The land of the free And the brave Абсолютно точно Это страна Свободных И смелых Вот по-настоящему И почему это важно Людям понимать Потому что имея Адекватные ожидания Можно иметь Адекватный опыт У меня не было Адекватных ожиданий Я ожидал Что я приеду И буду в страна Свободных И смелых Более того Я же в США Был раньше гостем А с чем у тебя Ассоциируются Свободные И смелые Ну то есть Смотри То есть как бы Ты можешь Это знаешь Вот этот анекдот Про то Что я могу выйти В Америке на площадь И крикнуть Что там Президент Козел И по-российски Говорит Да То есть я тоже могу Выйти на Красную площадь И крикнуть Что ваш президент Козел Но в Америке Ты реально можешь Тут как бы И про того Можно говорить плохо И про этого Можно было плохо Говорить Про кого хочешь Чего хочешь Говори Я вообще никогда В России Не самоцензурировал Свои политические высказывания То есть я То что я думаю То я и говорю Абсолютно В США Мне приходится Постоянно самоцензурировать На самом деле То есть случаи Когда люди Потеряли работу Бизнес Там и так далее Того что они просто Что-то не так сказали И потом Стали жертвами Какой-нибудь cancel culture Их миллион То есть самоцензура Постоянно люди прям То есть Ну боятся выражать На свое настоящее мнение Вплоть до того Что бывает такое Что например Я человек такой Я как на бронячок залез И прям просто сказал Как есть И у меня есть Какие-то люди Которые в компании Мне приходят Либо на частном звонке Либо какое-то сообщение Спасибо что сказал это Они мне говорят Спасибо что сказал Но они Они не готовы Своим коллегам Сказать то что они думают Они постоянно должны Себя самоцензурировать И это большая часть культуры Это раз Два В Америке Культура На поверхности Это свобода И ответственность Казалось бы И это прекрасно Свобода Ответственность Они идут вместе Здорово Офигенно работает А поверх этого хозяйства Идут суды 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 И можно любого человека Засудить за все что угодно Лимита ответственности Как правило Большого нет И любой человек Может всегда потерять Все что у него есть Это как игра Опять же Там в покер В No limit Hold'em Не всем это комфортно Но суть в том Что из-за этого Получается такое Что со временем Прецедентное право И суд примет решение Практически по любому Кейсу Потому что с любым Можно прийти И все будет зарегулировано Ответственность Очень крупная И люди просто начинают Бояться Какие-то вещи делать Чтобы просто Им постоянно нужно Прикрывать свой зад В России Прикрывать свой зад Нужно как гораздо Меньшего количества вещей И это все Очень сильно замедляет Просто нужно Прикрывать свой зад От других вещей Я считаю Есть везде в мире Везде В России Есть негативный фон От того Что есть какие-то Страшные истории Люди прочитали Одну страшную историю И они думают Что там везде Всегда вот есть Такая угроза Такая угроза Такая угроза Реальность жизни Вообще такая страшная штука В природе Нас всегда там Хотят сожрать Не нужно просто Принимать Свою безопасность За должное Мы Никто не в безопасности Безопасность Это иллюзия Понимая Что безопасность Это иллюзия Ты строишь Свою собственную безопасность Какими-то конкретными мерами На это направленными И суть в том Что российское общество Гораздо менее зарегулировано И поэтому То, что ты можешь В нем делать Оно Гораздо Люди просто не понимают Пока они не поживут Там и там И я могу сказать То, что у меня сейчас Уже американцы Даже начинают больше Понимать Россию Как свободное общество Которое у меня В компании работает А уж россияне Которые переехали В США Они понимают Что США не свободно Прямо массово Олег Тиньков Посмотреть Как бы То есть Он очень много Что про Про США Осознал Там пресловутый Темочка Лебедев Который, конечно Изрядный сетевой тролль Но надо сказать Что в США же Он практически Молодость провел Так что его мнение Не по наслышке В Штатах Но, конечно Все считают Что знают лучше Чем Ну, есть масса И противоположных примеров Ну, то есть Ты привел Два таких Ярких примера Таких людей Которым Наверное Проще вписываться В систему воли Отличное слово Но Но не вписываться В систему Свободы Верси Ответственность Возможно Есть разная система Которая Разные люди подходят Но есть масса людей Которые Которые Вписались Я думаю Что фундаментально Очень интересный момент Потому что В России Есть такой Ложный дискурс Что где-то Есть какая-то Волшебная страна В которой Все хорошо и правильно А у нас Все плохо И люди Потом делятся На два лагеря Первые считают Как бы то Что в России Все плохо и ужасно Поэтому я ничего Здесь не буду делать Другие считают Что в России Все офигенно А вы вообще Все враги народа И то и другое Кажется крайности Это крайности Реально Жизнь такая Какая она есть Просто Есть некие правила Этой жизни В любой стране Есть проблемы Есть какие-то преимущества Если ты их понимаешь В любой стране Ты можешь делать Практически все что угодно Ты можешь строить Свою жизнь Так как тебе нужно И поэтому нужно Просто изучить Правила Понять правила Своей страны Гораздо проще Чем понять правила Другой страны Но к сожалению На многих людей Влияет иллюзия Что где-то там Будет сильно проще Некий маркетинг И они в это там ныряют И получают Очень сильно по башке Это иллюзия Проще не будет Будет гораздо сложнее Потому что По неизвестным правилам Гораздо сложнее Чем по известным У тебя даже Был такой Где-то на ютюбе Нашла пламенный спич Против эмиграции А это абсолютно так Такой красный полян Это ток По-моему Мы задумываемся о том Что половина молодых россиян Хочет уехать из России Но 30% молодых американцев Хотят уехать из США Смена места жизни Это как покупка И продажа Поддержанной машины Вы просто меняете Известные проблемы На неизвестные И важно не путать Отсутствие информации О проблемах И отсутствие проблем Просто вот то Что ты сейчас говоришь Примерно созвучно Что не ходите Дети в Африку гулять Потому что на самом деле Вы потеряете Свои основные Конкурентные преимущества Это так И потеряете еще кучу времени Пока остальные Будут идти вперед Вы потеряете время На изучение новых правил Я почему вообще Про это все это говорил Потому что Для меня очень болезненная тема Сказал человек С тремя эмиграциями Абсолютно так В анамнезе Который в итоге живет Но ты в основном Все-таки живешь в Сан-Диеве На сегодня Да Посмотрим Суть в том Что я-то Заработал эти ошибки Я знаю Чего они у меня стоили И мне очень болезненно От того Что я не могу поделиться опытом И не сделать так Чтобы другие люди Эти ошибки не совершали Но к сожалению Большинство людей Они просто настаивают На том Чтобы совершить Сделать свою ошибку Самостоятельно Но мне больно Когда люди идут в ошибку Прямо с поднятыми флагами Мне лично больно Мне кажется Что для части людей Сам принцип Там где родился Там и пригодился Он Ну как бы Есть люди Люди разные Ну первое Люди разные Второе Есть люди стабилизаторы Есть люди первооткрыватели Люди первооткрыватели Да Их меньшая часть Но они все время Куда-то лезут И в целом В принципе Ты видимо К ним относишься Вот Отчасти Я наверное Тоже к ним отношусь Я тоже все время Куда-то лезу То есть я лезу Не потому что Это выгодно Или прям Вот такая Прям там Никакой выгоды Это я особо не вижу Просто природа В том Чтобы лезть Потому что природа Уже распределила Каким-то там Какой-то рандом Просто у тебя есть Свойство лезть А у кого-то Есть свойство Ему лучше сидеть Это абсолютно так Это действительно Так Просто важно Какой бы ни был Выбор у человека Лезть или не лезть Не нужно покупаться На маркетинг Нужно То есть вот Просто Есть вакцины Например Да Простой пример То есть Там не знаю Спутник Версус какие-то Там другие вакцины В мире То есть В России Беспрецедентный доступ К вакцинированию То есть можно прийти И просто вакцинироваться Спутником Вот легко Не везде В большинстве мест Я знаю кучу иностранцев Которых там Пожалуйста Пустите меня в Россию Дайте мне бахнуться Этой штукой Я знаю Что российская фигня Самая лучшая Самая заботистая Это и маркетинг Кстати Мне кажется И все одинаковые Нет Маркетинг на самом деле Совсем в другом Маркетинг в том Что люди Которые фундаментально Не верят Что в России Что это может Хорошо быть сделано В России все плохо Это маркетинг Их можно бахнуть А они отказываются За то Что иностранцы На которых они Вот так и смотрят Там в рот Они готовы прилететь И пожалуйста Пустите меня в вашу страну Но кстати Я тебе хочу сказать Что Голливуд Версус Звягинцев Это тоже важная Вещь для Бизнеса Потому что Почему в России Меньше людей Вообще в процентном Отношении Делают бизнес Не в абсолютном А в процентном Потому что Культура Все-таки Левиафана Является Корневой Для России А для Америки Все-таки Корневой Является Система Голливуда Где есть Какой-то Хэппи-энд И надежда И А для предпринимательства Все-таки Нужен Глупый оптимизм Немножко Абсолютно Я согласен А не бесконечный Пессимизм Я человек Который Просто Делает что-то Потому что Не знает Сколько это сложно Потом Залишь Елки Почему У меня еще Команда Есть Ребят Которые Есть люди Которые Свойственны Наоборот Просчитывать Каждый маленький риск И они Сами не начинают Никогда Но они В комплекте С такими дурачками Как я Часто это делают И они Как раз Выносят Всю эту самую Сложную вещь Я очень рад Что мне повезло Знаешь меня вот так Подкупила Женщина Которая была у нас Директором программы В Стэнфорде У меня был выбор Стэнфорд или Гарвард И она сказала Наверное фразу Которая у меня до сих пор Звучит в ушах Она говорит Ну ты Самое главное Ну как выбрать Между двумя Этим университетами Это нереально Башка сломается Она говорит Самое главное Здесь есть такое Чувство Оптимизма И я подумала Вот чем мне надо Заразиться Ну то есть Понимаешь Это действительно есть Кстати я считаю И в этом фишка Отчасти долины Глядя твои передачи У тебя они Чем дальше Чем более оптимистичны Поэтому процесс Заражения Оптимизмом Идет хорошо Правда я год В России провела Практически Безвылазно Пандемии Но как бы ладно Блиц Быстро Дешево Хорошо Все три Не получается Два Буду пытаться Все три Серьезно Ну потому что Отвалится Понятно Вы что отвалится Дешево отвалится В моем случае Всегда отваливается Дешево Я на самом деле Не смотрю на косты То есть Для меня Вот цель Оправдывать средства Есть люди Которые оптимизируют На апсайт Есть которые На минимизируют Даунсайт Я оптимизирую Апсайт всегда Есть ли Есть ли какая-то вещь О которой до сих пор Сожалеешь Жаль Твоя цитата На самом деле Жалко Что раньше Не Вот что это Жалко Что раньше Не стал Социальным Каким-то И Не привлек Внешнюю экспертизу И не сделал Икс-карт Таким Миллиардным Юникорном Там абсолютно Все было для этого То есть Если бы я мог Свои какие-то знания Сейчас телепортировать Туда Там у мальчишки Это было потрясающе А на самом деле Возможность такая была Потому что Где-то в мире Были инвесторы Которых была такая экспертиза Их можно было притащить Просто Нужны были тренеры У меня не было тренера Такой коуч Сейчас у меня кстати Есть коуч Какой-то известный Нереально крутой детик Джон Хэн Предприниматель На которого ты хочешь Походить Если такой есть Хочу походить Наверное Мне нравится Маск Потому что Это я считаю Абсолютная легенда И хулиган Это прям И он В многие области Революционизировал То есть поэтому Вот Быть как Эллен Маск Да, это меня конечно Восхищало бы Джобс нереально Крутой чувак Но в принципе Вот я могу сказать Что из архийских Меня восхищает Тинькофф Его не все Понимают Насколько он крутой Но это человек Который В многие Индустрии Поперек Всяких прогнозов Других людей Взял и Революционизировал Мне кажется Никто не сомневается В том что он крутой Ну наверное Ну кстати Если Если Маск То тогда Вот такой вопрос А Маск или Безус Для тебя Точно Вот это вообще легко Маск Почему Ну Безус Он такой сухой Он скучный Он робот Я не робот Компания какая Ну ладно Мы все таки Жизнь живем Ульяновск Или Сан-Диего Оба У меня оба прям Вот я Я не готов был Выбрать что-то одно Я в общем-то Живу полгода там Полгода там Выбор из трех Амазон Ибэй Или Алиэкспресс Алик Алик однозначно Алик А почему Во-первых они больше Гораздо пообороту Во-вторых они китайские Я больше в Китай верю Чем в США А там вообще Ни свобода Ни воли Там другие вещи есть То есть Мне кажется Китай В нем гораздо меньше Фальшивых дискурсов То есть Я считаю что Америка Очень много фальшивых дискурсов Продает То есть когда у тебя Официально есть Межсвобода А реально свободы нет Официальное равенство Реальное равенство нет То есть Мне Мне проще жить В волчьем мире Где там человеку Человеку вбок По-честному типа Но все по-честному Никаких правил нет Как бы грызить как можешь Это для меня Лучше чем Типа Обещали быть друзьями А на самом деле нет Я считаю что США Очень лживая страна Я никогда не жил В такой лживой стране Как США То есть В принципе Я что-то слышу Такие нотки Что как ты тут будешь Как ты можешь Ну сочетать Жить здесь полгода И так Думать про это Я сейчас также понимаю Одну вещь То что идеальной страны нет У них Везде есть Какая-то своя палитра Достоинств и недостатков И просто нужно В этом всем разбираться И где-то если там Ты думаешь Что там вот рай какой-то Нет этого рая Там где-то будут Свои проблемы Которых ты просто Пока не знаешь Приедешь, узнаешь Частная компания Или публичная Частная Самый уважаемый Автор книги И его книга Пускай будет Райдалиус В принципе Город или место Где жить Если не Сан-Диего И не Ульяновск Ну это зависит От задачи компании Компания там Сингапур Прекрасная Берлин Берлин Замечательная Москва Прекрасный город Питер Я долго буду Потому что зависит Питер Там Не знаю Сан-Франциско Классный город Ну конечно Все стремительно деградировали Был Был Я вот Приехал сейчас Думаю Как я скучал по нему Я наверное Не буду здесь жить Но очень люблю Место очень классное Москва Реально Все Москва Один из лучших городов На земле Абсолютно Если бы о тебе писали книгу То кто был бы автором Не обязательно писатель Тебя можно пригласить? Ну я почту за честь Я правда книжку не умею Ну как раз Знаешь как Вы умеете играть на скрипке? Ни разу не пробовал Вот я думаю С книгой можешь попробовать Ну на этом закончим Спасибо Спасибо